жень давай дадим славе поздороваться со зрителями а хорошо приветствую вячеслав давай вещай так ну во-первых огромная благодарность приветствую романа евгения виктора я благодарен своей аудитории потому что тут даже я с вами просто тихонько посижу и помолчу может даже ничего не буду говорить я читал внимательно ваш чат просто и получается есть там много зрителей думает что вещает вещаю в эфире я вы можете потом записи посмотреть что люди пишут так это и так вячеслав котляров в эфире и спасибо что добавили чтобы вы поняли что есть исследователь виктор максименкова есть следователь вячеслав котляров да мы оба с харьковщины и мабуть у нас это манера вещания одинаково да и произношение буквы так далее но чтобы не было путаницы что вот скажем так есть вячеслав котляров да потому что роман свою очередь свое время попал еще в тройные виллы на него повесили повесили данка сана стренджера вот поэтому я посижу послушаю а тему вы действительно хорошую затронули потому что вчера когда у меня задали вопрос вячеслав ну как так может быть то есть 100 ведь задал вот ему все-таки во сне приходит что земля шарообразная ему объяснил что да так оно и есть земля действительно шарообразная но это надо слушать эфир то есть после того как я сказал что земля шарообразная я еще 30 минут дальше говорю и вот я самое важное что главное услышала спасибо виктору спасибо евгению что основной акцент на что они делают что не может быть в открытом пространстве слетела бы все до сдула то есть мы должны не важно как не важно в чем стиральной машинке в центрифуге но мы более защищены чем нам предлагает официальная наука то есть наш мир находится ну скажем так в хорошей консервации из изоляции изоляции все передаю слово спасибо не но самое интересное что вот допустим нам дают пример почему у нас удерживается атмосфера и почему мы не как никуда не слетаем потому что вот представьте автобус так же говорят официалы да вот вы едете в автобусе подпрыгнете вы же упадете туда же откуда вы подпрыгнули вот и в то же время говорят что у нас открытое небо вот чем прикол то есть это такая вот подмена понятия получается что раз нам сравнивают с автобусом официалы соответственно у нас должна быть крыша над головой блин я сам себя только что ввел в краску уважаемая добрая аудитория каналов евгения макарова романа глобальный вопрос и виктора максименкова я вас всех приветствую я знаю что часть есть и у нас общие зрители но часть меня либо не знает либо они смотрят по каким-то другим соображениям но все равно я вам всем желаю здравия добрые светлые человеки если вы на этих славных проще площадках присутствуете то мы по-любому идем в одном направлении пускай может быть разными дорогами но мы все идем в одном направлении спасибо передаю слово это точно нет тут хотелось бы сказать чтобы люди поняли что мы просто действительно вячеслав и виктор максименко это разные люди одинаково звучим потому что рождение то очень рядом это один город центр хары то есть центр характерника по-современному харьков то есть рядом с нами бог есть любовь бог бог белгород есть боги и духи бога духов то есть у нас тут такой энергетический треугольник поэтому звучи мы одинаково идем разными путями но в одном направлении а у вячеслава очень много информации как раз по еще большему возможностью расширения сознания именно в том что земля как бы не просто то что мы видим но есть очень много других земель которые как бы это та же земля но в других проявлениях но это лучше вячеслав вам расскажет там все у него на канале есть да кстати слава пользуясь случаем там короче фишка интересная сегодня произошла меня ломанули очень весело прям на прямом эфире в общем перед этим стримом есть кусочек 15 минутный опять же стрима сегодняшнего можешь его просмотреть приколоться посмотреть послушайте и приколоться я не знаю для чего мне включили именно ту запись мне человек присылал некие данные по поводу крымского и вот именно эту запись запись включили прям не в прямом эфире ну в общем я мышкой не мог управлять в этот момент так что пересмотри если есть желание я тебе скину эти записи которым быстро перемещаемся я-то принципе попал на ваш стрим благодаря моей светлой аудитории которые начали писать и в чате у романа беда я сразу метнулся на ваши каналы переслушал этот стрим но не весь я его по моему всего лишь 7 минут послышал потом думаю где идет стрим смотрю идет стрим у евгения и читаю в чате что в эфире говорю я и меня это немножко так возмутило огорчила и вот моя аудитория спасибо помогли добраться к вам до эфира вот передаю слово у тебя тоже сейчас стрим там шел или как да я вас ретранслировал извините для правильно почему правильно делу правильно делал просто тебя бывает такой параллельный я думал тебя параллельно поэтому не сразу сообразил а так конечно хорошо вот я еще хочу раз повторить что насчет автобуса да опять же если мы допустим даже едем в автобусе то это общая система которая движется да она как бы она одна и та же система она замкнута в себе но опять же мы едем наверняка не на крыше автобуса а внутри автобуса вот принцесса мне пояснила тут спасибо за добавление и даже если это так что с какую неважно с какой скоростью земля вращается плюс еще летит свободно в космосе причем с ускорением в любом случае мы должны находиться не на поверхности а где-то внутри под защитой поэтому идея скорлупы и яйца что как защита это на мой взгляд более логично и даже правдивее звучит чем где-то мы на поверхности находимся и летим нас бы сдуло давно унесло куда-нибудь не знаю дальние дали космические значит присутствие некий некой защиты как скорлупы само собой предполагающиеся то есть мы не на автобусе едем да где нас будет обдувать ветер там простудимся продует нас унесет ветром знаю с автобуса сорвет а внутри где хорошо за стеклышками да смотришь как лес проносится неважно с какой скорость тебе комфортно тепло ничего не дует и ты сидишь и отдыхаешь то есть внутри они снаружи такая небольшая добавка в принципе мы уже это здесь говорили да но все же а я вот предлагаем нам тему сменить или что-то еще кто хочет добавить по я добавлю немножко два слова да смотрите есть большая вероятность что все равно не в эфире но в записи всех приветствую в записи уже не вообще там серьезно просмотров хотя и 3000 и 3000 хотя и трехчасовые эфиры но там и по 14 по 20 и про по 30 тысяч посмотров всех приветствую кто записи это замечательно будет слушать значит ну можно начать конечно сказки курочка ряба где нам сообщается про создание нашего мира да но вы сейчас смеетесь но на ю тубе сейчас благо еще есть аудио вариант а есть еще можно можете просто прочитать думаете что автор переозвучил как-то не так подробно создание нашего вот этого яйца на повествуется книги славяно-арийские веды песни птицы гамаюн есть сказки птицы гамаюн там принципе то же самое но немножко по-другому то есть два автора одно и то же ведическое произведение дают под разными углами а вот песни птицы гамаюн там в деталях создание вот этого яйца и таких яиц муж сами понимаете как в лотке яиц много то есть они все рядышком находятся то есть из яиц можно переводить переходить то есть мы с вами в ведах знаем что существует врата между мире вот но если хотите фильмы американские тоже любят экранизировать там как я не помню сейчас они называются там золотые врата неважно то есть песни птицы гамаюн подробно в деталях рассказывается про то что мы живем в яйце кто это яйцо создал как когда для чего и так далее так далее спасибо перед и словом как я не знаете хочу передать добрых снов человек спать ложится так потом натали пишет получается что мы более защищены чем те кто снаружи зачем это нужно а кто его знает на самом деле вот смотрите когда нам показывают допустим космонавтов но интересно вот что происходит с кислородом да с воздухом нашим земным когда он попадает вот в этот космический вакуум да и уж распирает он разлетается на мелкие частицы по всему космос вот давайте зададимся вопросом почему наша атмосфера никуда не девается вопрос слаб ты что думаешь на эту тему как сказал ранее виктор максименко вы сказал он правильно но многие процессы с легкостью объясняется только в том случае когда мы находимся в замкнутом пространстве они на поверхности чего на поверхности автобуса да то есть а кто там переживает то кто сверху живет сверху шкарлупы море океан и там живые существа плавают как у нас в океане всевозможные и также и батискафы и подводные лодки если хотите виманы white мары вот многие находятся и у нас здесь нашей среде как пример луна да то есть она не за куполом но купол это условно мне не нравится слова купол но я же не знаю как подобрать слово потому что находясь яйца у нас автоматически купол и сверху и снизу и ясен индроссель или их если хотите дерево джамбо двипа то есть у скандинавов инграсси да а у индусов джамбо двипа это один канатик который идет до верху сейчас зададут вопросы почему мы его не видим но это отдельная тема также есть корни который оплел в скандинавских мифологиях змей юша до который скажем так там живет вот но и есть как бы можно аллегорически понимать но иногда аллегория оказывается буквально буквально это имеет значение я не знаю не хоть не хочется вводить другую сторону стримную коротко скажу мне скинули ролик месяц назад такая на канале председатель нтсн появился ролик про репку и там он приводил оригинальную сказку и задавал вопросы себе и зрителям а почему персонажи другие то есть в оригинальной сказке 1882 года за жучкой пришла нога за ногой пришло еще пять ног и вы можете этот ролик пересмотреть и он задает вопрос а что это за ноги я сделал пятиминутный ролик на канале сотовая земля выложил где предположил что нога имеется ввиду нога то есть змея начали одна нога пришла на же ведических сказках часто главные герои общаются змей тугарин там змей горыныч царевна лягушка с рептилоидами то есть вот поэтому я предположил что раз там ноги там правда ноги нарисованы видно тех кто читали оригинальные сказки буквально нарисовали комиксы то есть показана репка да но это вы можете либо у представителя посмотреть либо у меня в ролике на канале сотовая земля вот поэтому всегда надо помнить о том что те слова которые мы произносим они могут иметь и другую смысловую нагрузку и надо даже противоположную тому что мы себе представляем и когда мы докопаемся до истины как же слово в оригинале что назначало тогда будет легче разматывать этот клубок знаний спасибо передай слова нам так виктор ваше мнение я хотел бы немножко добавить про солнце не совать почему не можно можно согласен коллега есть такой момент что если мы обсуждаем такие вещи кто знает да есть такие египетские данные как про омона ра кто такой омона ра и почему здесь такая символика причем это крест это крест анг почему он так странно выглядит как некий камертон особенно сверху то есть усь откуда берется сила давайте она включил демонстрацию даже на время чтобы на скорость на скорость вот такая такая есть здесь интересная вещь мы тут видим что сверху располагается всевидящее око одна из символик которые так что-то немножко не то открыл сейчас я уже мне было открыто здесь говорит о том что как раз именно ра был распят на этом кресте для чего-то для чего а именно для того чтобы дать резонанс дать силу тому что мы видим вот наконец-то я нашел что мы видим наверху наверху мы видим вот этот ок ока так скажем ока амона да и мудра я так понимаю что-то я немножко запутался глаз на ножках да в общем здесь был сейчас секундочку сейчас я поясню немножко слушай злые духи нами овладели за да 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 ужас какой-то точно я начинаю путать одно с другим и глава же в другой с одним не спутал да сейчас сейчас по слову кроплю я быстро ищу ролик дело потому что когда-то в эфире я решил продемонстрировать как на ходу можно делать любое открытие и мне удалось течение 15 минут сделать открытие написал гуру google картинки и первое что мне попало в поле зрения ну вот этот своеобразный крест значит мешок вот этот вот да да и я сделал по вот этому кресту сенсационное на мой взгляд открытие причем в ролике я практически то же самое говорю что евгений но я знаю что евгений мой ролик и смотрел это не потому что там кричат плагиатчик нет это есть единое информационное поле которому исследователи видно хитро как-то коннектится и озвучивает то что есть на самом деле одно дело когда один сказал ну когда это другой человек который не смотрел мой ролик вторит тем же мыслям дам значит я его сейчас быстренько найду и вы своими глазами его это увидеть а я как раз скажу что а я себе сейчас как расскажу у меня написали что вот именно крест который прям сейчас ты показываешь да внутри и арш внутри поршень посмотри так я об этом и говорю что это не просто крест а так скажем некое устройство которые использовали для определенных целей то есть на кресте было распятра то самое солнце для чего для того чтобы создать резонанс дать силу тому что мы видим наверху а что здесь здесь око тот самый да вот этот глазик чтобы его воскресить вот этого другого бога так скажем ну примерно так это все происходит понимаете то есть это не это именно крест на котором принесли жертву вот это вот ра чтобы воскресить то что мы видим наверху а вот эта штука вот это вот это ну как резонатор то есть он усилил эту силу для чего чтобы дать силу этому кто сверху жень без обид внесу небольшую смуту допустим вот ра на кресте до орел ну вот он да вот он на потом сегодня иисус на кресте потом допустим южный крест солнце стоит на кресте это вот сейчас что буквально недавно мы могли как бы наблюдать он сколько там не про провисел на кресте получается солнце провисела и как бы начало опять вот день начал увеличиваться я думаю это как бы более правдеподобно как любят некоторые говорить вот по поводу именно созвездия южного креста и солнца все остальное это выдумки как говорится религиозников потому что выдумывали разные религии и кстати я как раз не про религию говорю а конкретно устройство которую реально используют для каких-то по поводу египта мы с вами сегодня еще поговорим я вам 24 обещал что мы долговатый стрим замутим да вот мы сегодня будем долгий стрим у нас действительно сегодня виктор максименков и слава котлеров так что друзья я думаю давид кому-то до обеда кому-то до утра мы поднимем сегодня настроение но единственное что попытались его испортить но хрен им как говорится копаем отсюда без добра я бы так бы к вам бы не попал бы да давайте пока тема не ушла и маленькое вкрапление просто для наглядности картинки но я не буду ничего расширить если просто евгений или роман кажешь да я хочу показать смотри то есть смотри давай тогда пока с экрана включать да и слава у меня к тебе просьба я буду видео оставлять я думаю стоит ты же видео хочешь показать да ну да я покажу я давно не пользовался скайпом даже забыл как делать давай лучше ссылку мне в этот skype я его ссылочку вкину в чат и поставлю под видео хорошо чтобы люди сами потом зашли посмотрели просто это самое ты сам понимаешь да что youtube потом ограничения поставит да не что такое то что а после показа видео то сейчас я быстро видео не собираюсь показывать а пока пока тут надо было для наглядности как-то оставить частые секунды как расшаривается в этом дискорде ой так не не так открыть беседу там а вот демонстрация экрана начать демонстрацию так я иду в эфир демонстрации чинит вот показал есть наконец-то а еще такой момент потом уже после вот этого да сейчас вячеслав нам покажет расскажет вспомним что и у индейцев майя да по моему с собой ром рассматривали тоже есть крест опять же такой момент а у них то откуда он взялся может быть это не из одного ли источника всей информации идет но ты знаешь да это как сказать перековеркали всю историю раздробили ее вообще по самым кусочком и я ни в коем случае не связывали на листянством из так скажем с моментом распятия христа на кресте я говорю о том что чему-то много информации совершенно в разных религиях верованиях народах непонятно куда эти мои делись и были ли они вообще насколько рассматривали это вопросом кто они такие может их и не было их выдумали вообще но информация то есть и она повторяется и она почему-то дублируется в разных местах планеты да вообще у разных народов с разной историей культуру а культура почему-то схожи по символике по многим моментам мифом там каким-то мифологическим событиям которые в мифе занесли в миф как мы уже рассматривали что или в сказку до занесли хотя и там все правда сказано много правды про технологии про то как жили что творилось на земле я говорю о том что почему-то информация как раз говорит о том что много правды завуалированной вот такие вот образы символы и и мифологию которую и кстати я вспоминаю почему-то видео галина конышевой и вот мне тут писали почему вы ее не пригласили в рома ее можно пригласить галина конышу к нам на стрим роман наверно отошел я так думаю в сторону там за чаем наверное меня слышно да я говорю что вот ура у галины одно из видео вот она про и там египетской силы да и зачитывала вот эти перипетии вот между богами этими египетскими там ох какой же там сумбурта на выдуман на выдуман то есть реально как будто кто-то сидел просто выдумал чушь какую-то чтобы вот замазать 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 истину толстым 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 слоем не пойми чего бреда ну ты вячеслав нашел что хотел показывать рассказывать тогда может тебе слово передаю да спасибо ну и не как бы ну если у вас получается замечательно сегодня вечером можно я стараюсь тезисно но и пару минут таки буду говорить любой зритель может конечно самостоятельно изучить ролики которые ну не сталкивался значит есть ролик кто был спасителя кто победитель второй ролик наша планета живой механизм почему эти ролики надо изучать просто то что я сейчас тезисно скажу скажут ну в принципе здесь аудитория ко всему привыкла но найдется кто-то один скажет что чепуху говорю я начинаю расследование с того что задаю вопрос почему скандинавской мифологии змей юша имя почти такое же имя как и уешуа то есть если видите на экране я показываю слева змей его зовут юша вы самостоятельно можете найти в интернете а ешуа это просто в моем видении это тот же юша он же и суша сразу чтобы не нарушить чувство верующих значит прототип не прототип а тот скажем так человек который приносил знания это одно приходил спасал там это отдельная тема а речь о ешуа идет в другом ключе то есть я в этом ролике объясняю что наша планета она в какой-то мере живой механизм и в советском мульти мультики секрет механической шкатулки нам очень наглядно про это показывает где мы живем а также вы можете найти в мультике городок в табакерке что я объясняю в этом ролике что так как наша планета живой механизм и в центре была змеевик а змея это он же юша он же и суша этот змеевик по сути на определенном этапе когда надеюсь все понимают что было вторжение и оккупанты когда сюда вы вклинились они копье вогнали ну не совсем живого человека ну то есть в кого не в кого гонял римский воин копьё в человека на кресте в кого в гоняет в моем ролике копью в копье георгий победоносный в юшу то есть змеевик то есть он заклинил вот эту шестеренку и как вот ранее все говорили и все с дума с этим согласны что была погода скажем так теплая везде одинаковый климат из-за того что механизм заклинила северную нашу часть того места где мы живем скажем так это уровень богов ее заморозили потому что органе потому что механизм начал перегреваться потому что ну шестеренку заклинил она крутилась по кругу до юша и суша в биле вгоняют в между зубцов копье и заклинивают эту шестеренку советский мультик секрет механической шкатулки вот посмотрите там все в деталях рассказывается вот и следовательно заморозили серьезно заморозили чтобы дальше не было страшных вещей пока я передам слова кто я понимаю что сейчас кого-то шокировало может даже и моих замечательных коллег или лучше наверно говорить соратники коллеги что так прямо от слова коллеги соратников можно спросить не сильно их шокирует подобное заявление которое только что озвучил спасибо передаю слово у нас давно уже ничего не шокирует но в него почему есть вещи которые шокируют но будем разбираться с этой вещью а что касается вот таких вещей тут действительно слишком много ко всему вопросу вот и опять же наш мир настолько нам не известен а то что кто-то говорит ну я имею ввиду из официальщиков но это это намеренно все намеренно происходит вообще с другой стороны видишь альтернативщики если так посмотреть но я думаю мы не альтернативщики мы искать или мы искать или истины так извините я некоторыми отсутствовал тут что-то другое сейчас обсуждается да да про астрал который в котором ты сейчас пребывал вот в об этом немножко говорим пока островок ну да даже отсутствовал короче фишка такая слава говорил что допустим наш мир это механизм по типу городок в табакерке да если я не ошибаюсь и плюс механическая шкатулка советский мультфильм да 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 то что наш мир просто остановили принудительно вот допустим что-то как-то работало а потом взяли и все остановили и вот этот вот георгий победоносец с копьем который копье в голову дракона до втыкает втыкальщик такой победоносец вот это типа метафора которая говорит о том что мир остановили то есть воткнули ну как палки в колеса вставляют по куда вот что-то в этом духе интересно то есть получается он просто стал и просто он функционирует не так как раньше да или вообще не да то есть чего я начал скандинавского змея зовут юша иисуса христа зовут иешуа разница всего лишь написание там пишется через ю в буквенном варианте а в другом варианте пишется через букву ги но произносится одинаково и того и того ну скажем так на кресте это разложили то есть я сообщаю что заклинили эту шестеренку у нас скажем так место механическое и всех тут работало в этом террариуме из-за этого потом каким-то спреем охладителем боги пшикнули в центр современной арктики потому что механизм начал нагреваться то есть шестерни полетели и чтобы дальше не было вот это ну уничтожение этого аквариума скажем так боги ну там даже не боги просто более высшей иерархии это создали временно те условия в которых мы живем ну вот представьте у вас аквариум и в нем создана и и идеальная экосистема причем аквариум он полностью герметичны и ваш друг случайно бейсбольной битой или с чем-нибудь пробивает аквариум вы на на быструю руку скотчем заклеили аквариум но уже у рыб экосистема поменялась точно так же у нас было и в библии по-моему это подробно пишется и хляби небесные разверглись и хло их воды хлынули на бренную землю то есть вышний океан из-за разгерметизации это чуть-чуть нас притопил это кстати один из потопов не нет их было много и в разное время но это один из потопов но оккупанты били по всем фронтам они били и в сердце планеты на которой мы живем и сверху били планеты то есть приблизительно так спасибо так ёжан безбашен просится к нам в беседу ром можешь его подсоединить так если у тебя побыстрее это получится подожди он у меня есть но надежда а я пока скажу следующее вопрос от вар рус какая вероятность того что через сон нами могут управлять гуманоиды а именно передавать информацию либо с нашим делом либо душой да запросто секундочку буквально напиши сообщение или я не помню просто есть ты у нас у меня в скайпе найди меня глобальный вопрос именно вот глобальный вопрос сам поймешь у меня значок там черная башка с вопросом вот и или напиши мне или кинет дружбу и вот я в найти не могу я отвечу тогда вару сюда будьте здоровы ну и меня немножко приболел друзья сейчас все болеют сопляка я надеюсь что сейчас все болеют я надеюсь что все здоровые будут я я к тому что время такое сейчас и на самом деле пусть все будут здоровы и пусть всегда будет солнце так всегда буду я я говорю о том что через сон действительно можно управлять но опять же момент сна мы как бы отключены да то есть мы не можем мы мы не полностью собой управляем поэтому нам можно посылать образы но я считаю что есть некая система защиты мы не знаем кто что или или что нас защищают иначе бы мы все были лунатиками понимаете иначе у нас можно просто всех ночью было поднять и и пустить ходить как такие кукловоды да как куклы но ведь этого не происходит значит есть механизм нас защищающий какой психика друзья не все люди внушаемы вы об этом сами знаете что не все подаются гипнозу не все так скажем гипнабельны говорит о том что у кого-то сильная то есть есть преграда есть защита защитная система брендмауэр такой до своеобразный а у кого-то нарушена эта защита я не буду говорить что люди есть с нарушенной психикой которые нужно ну помощь в этом наблюдении да и я просто сейчас не буду называть кто это где они содержатся сами знаете о чем я говорю там уже как бы идет разлад систем что к разлад это нарушение некой гармонии системы чтобы она дис диссонанс получается да что она приставить перестает звучать как надо она перестает работать как было задумано поэтому есть возможность что во сне до человеком можно управлять если у него нарушена защита я не я как бы не отрицаю насчет спецслужб какие они там эксперименты проводят управление людьми во сне на него там я вообще ничего не могу сказать но есть ролики в интернете там опять же какой-то генерал бывший кгбш не об этом рассказывает то есть я не от себя тяну несу и там рассказано что и у нас есть такие войска и за рубежом они есть несу не от себя тяну несу я тебя тяну до тебя тяну да то есть это не моя информация я не ее проверить не могу провернуть тоже не могу просто этот ролик есть где он все это рассказывает эти странные вещи да для наших для нашего слуха и вообще непонятно как такое вообще возможно тем не менее разработки ведутся и у нас и за рубежом совершенно четко и как бы если он об этом вещает ну и стоит задуматься значит есть разработки есть возможность использования этих методов я ничего не могу подтвердить я не я этого не знаю этого не видел но однако же давайте вспомним что очень много сейчас фильмов появилось где например для леонард дикаприо играет когда где многоуровневые сны показаны многие из нас видели сон во сне наверняка случалось у кого-то такое опять же подтверждение это подтверждение того что в этом фильме показано есть сны а есть сон во сне идем дальше в том сне есть еще один сон это как бы уровне сознания до или подсознание интересный момент но у меня такое было я помню свое детство там иногда таких бывает реально спишь просыпаешься а ты получается что тоже сон как такое я об этом тоже хотел сказать я я рассказывал уже на эту тему я три раза подряд просыпался в одном сне в это вообще дурдом я собирался пил по моему пил кофе вот вышел пошел и что-то какая-то дичь начала дурь происходить прикинь опять рос раз проснулся и такое состояние блин с ума сойти настоящая прям реальность то есть яркий сон да ну конкретно по потом опять одеваюсь пью кофе это это все в одном сне и вот так вот три раза или по моему на третий я уже нормально проснулся я уже не понимал где сплю я или не сплю это вообще был какой-то дурдом непонятный реально дурдом у него друга ежат кстати лучше так даже не лучше тогда даже не подключитесь я не знаю у меня короче еще и скайп нифига не ищет понимаешь сейчас ежи да ну давай попробуем тебя найти ежа да я вот кстати он тебе бросил интересно я бросил заяву где не знаю нет оповещения вы подожди а вот же привет вот он ну что ждал и моталки а почему я найти не мог его так все я принял отключая то я что-то не знаю как мне тут кнопки это нет так вот я хочу сказать что прикольно у моего друга было другое у тебя от как бы тройной сон до 3 уровня а у него был другую он лег в школе учился советское время лег спать да и как бы видит ну закрыл глаза вид что к нему приближается свет издалека как вот тоннель тогда что крутится крутер и раз так он очнулся и уже утро он говорит жень я немножко прифигел горит я против глаза типа я не сплю что случилось то как перемещение во времени через тоннель причем он все это ощутил наш секунды и ночь прошла и он горит я горит не понял чего сейчас произошло уже утро надо вставать в школу собираться там как это объяснить вообще что это у меня такого не случалось конечно хорошо но вот такие странности что это за игры с нашим сознанием поэтому друзья вот фильмах показывать голливудских оправдывать показывают ведь правда что это все возможно я сейчас просто ну продолжаем сейчас подсоединю все таки все есть добавляю так ну давайте добавлять это допускай а я вот допустим сейчас пора на как мы тогда с тобой же попали на стрим где слава да вот ты помнишь недавно буквально группа официальных короче вернее сторонников официальной истории да я так понял правильно слов там он там один был такой он решил что он все знает и он один вещала остальным было вообще по барабану что там происходит главное чтоб не молчали нет у меня еще понравился после него другой собеседник который очень размеренно очень медленно тихо стал странные вещи рассказывать про свой гипноз владение гипнозом мне показался он очень интересным но очень странным то есть он то ли откуда тоже из этих товарищей непонятно кто ли все правильно подумал я через 45 минут вывел его на чистую воду это все в эфире наш диалог записан рассказал всем кто это пришел зачем почему и так далее но я так и понял да это очень передаем слово ёжину привяжу при сбражен ёжи спражен а я пойду чайно льюсь тебе извините сейчас парни его да да слышно а слышно кому он по тебя слышно пищать поздравляю вас наступающим новым годом здоровья всем прежде всего что я хочу сказать я дачи кланом всем привет что я хочу прежде всего сказать египте египет это образование семнадцатого восемнадцатого веков образовано на ланами то есть они создали там империю гиксосов царство гиксос они пришли с кавказа египет делился на две части на северный и соответственно южный на черный и белый вот были черные жильцы были белые жильцы вот гиксосы черные взаимосе представить организм до до пояса вверх это голова низ естественно там жкт анус и так далее ну вот представляете вот то же самое было на руси белые черные то есть на карты даже есть обозначение руси и негра руси а там белая русь красная вот красная середина именно они вот произошли разногласия между руси белая черная то начались внутренние войны вот что что касается чужих но про которых постоянно упоминать я думаю что существует над вот этими богами которые были в язычестве был их было еще выше вот те которые живут рядом с нами возможно это атланты и жители арктиды там гипербореи да когда начала они сначала между собой начали конфликт потом отказ не пришел к людям вот когда язычество начало деградировать этот юг и север почитайте официалы пишут что был разврат там проституция пьянство все остальное вот это они просто прекратили дали однобожие вот мамонтеизм сам монтеизм осталось то же самое то есть бог это вот бог отец нас был раньше там отец просто в семье мать это церковь церковь представьте там народ входит и выходит входит и выходит понимаете о чем я говорю а вот все это аллегория науку отделили от медическую науку отделили от церкви для того чтобы не начать развиваться мы деградировать определенном этапе своего развития но что представляется себя официально наука это куча предположений теорий которые нам выдаются за явно и там что существующие они сами ученые вывели такой критерий критерии назвали критерием пропера то есть в тысячу раз допустим теория подтверждается опытным путем а в тысячу первый раз когда уже более совершенную аппаратура на может совсем совершенно противоположные результаты дать это ученые сами не отрицают поэтому существует множество теорий их ответвления вот там все это там до коды доказать не доказать альтернативные в самой науке если альтернативное движение и ортодоксально вот ортодоксы наезжают на альтернативщиков до ученых альтернативщики наоборот они двигают на то есть мы сейчас вот по сути разбираюсь вот это вот мы двигаем науку то есть свою какую-то там да вот разбираемся все что-то подсказываем возможно и ученым которые иногда смотрят стримы я сделал знаешь вот в общем я хотел вот об этом сказать что никаких чужих нету все это надо разбирать вот смотрите вот и все делится на ини-янь допустим если брать буддизм да это та же самая низ организма который ад во тьме там все это жкт он даже иногда заменяет поврежденный мозг это уже сейчас ученые полагают и бог светлые глаза они находятся на соединяется с внешним миром через нервное окончание бог вот и человек делится тоже на бог на бог на а от и райди там и на светлое черное но откуда пахнет серой ли сероводородом все догадываются наверно так ну вот вроде бы все от них что я хотел сказать это принципе очень интересно даже и вообще рад кстати слышать я тоже рад вас не слышит давно извините о прошлом стриме от ну выглас искали там неприятности вы имеют что-то немножко и понесло за мной ничего я думаю страшного в этом нет а друзья у меня сегодня идея была я думаю вы ее поддержите все-таки ребят ну насколько допустим мы против официального нового года я думаю большинство из нас все-таки против потому что на самом деле с какой-то стороны задорнов то был прав действительно это же у нас как бы римский до новый год или какой он там я григорианский да по моему исправьте меня если я не прав как бы сказать новшество которое нам навязали настоящий новый год он совершенно другое время происходит а то что сейчас нам преподносит это просто действительно конец сбора налогов с рабов и начало нового периода сборов короче то есть это определенный день когда подсчитывают как говорится прибыль наши захватчики вот да да чего говори потом можно да я просто хочу закончить чем но тем не менее многим детям родители говорят что вот новый год с новым годом дарят подарки я хочу все-таки сейчас опять устроить акцию и скажем 31 числа преподнести хотя бы пару компьютеров но ребят без вас я это не сделаю если есть возможность скиньте по возможности кто сколько может соберем пару компов нормальных и подарим хотя бы еще двум семьям ну хоть что-то по крайней мере покажем что мы можем прекрасно жить как говорится поддерживая друг друга и без всяких паразитов вот и о чем так что если есть желание и возможность не не для себя прошу странники извините просто по поводу нового года это все же относится тому самому поток похолодание когда вот наступило похолодание и снесло водой деревья которые жили в тепле там те же самые там березки ель она и практически ничего не делать поэтому взята была за основу вот при после этого взята за основу не березка ничего а именно ей как символ вечной жизни не смерть вечной жизни то есть люди радовались что они остались живых и вот как думаю что именно ель и сосна там как олицетворение жизни вечно ну то что обрезание там совпадает вообще никто не знает точно когда это было обрезание для чего вот на ешуа про которого видите говорю или с александр витя говорили про ешуа видите как происходит это специально делается то есть ведь что человек сказал витя говорил про ешуа витя ну нет я не я не я просто я не хочу тебя оскорбить никак и сада и сават или ешуа это еврейское призначит пригласили иисус вам подскажите пожалуйста что не витя говорил про ешуа и сейчас не витя говорит вот допустим раз и ешуа это иисус иисус христос это вообще не имя это звание как чиргиз хан и так далее да ну миссия нет тогда не было таких имен вообще не было иудаизма самого такого и иврита не было тоже потом греческие вот духовники они дали вот определение его звали андрей боголюбский или в других местах его звали александр невский кадырчанского почитайте житие и росла александра ярославовича там навин или как-то так вот у него по моему статья есть он там приводит там пожалуйста могила не могила как он называется каменный вот этот саркофаг там все это стоит и написано джезус томп томпов джезус а это вот в эрмитаже до в эрмитаже была могила вот этого невского там или где-то там я не знаю в лавре какой-то сейчас переделали то есть иисус он как будет миссия которая приносит добро мир там народу отдает освобождение тогда у меня в чате вопроса кто же тогда радомир был радомир это выдумки левашова и хиневич кстати по поводу славяно-арийских вверх славяно-арийские веды это фикция придуманная хиневич хиневич который себя величать там славяно-арийским гуру то есть он ариц у нее все родственники в израиле живут пройдитесь наберите в поиску поиски в ашкелоне живут родственники и это доказывает что веды славяно-арийские ложь потому что у хиневича живут родственники в израиле это не доказывает ничего славяно-арийские веды это сборник песен и гимнов и следы слове там одни гимны а песни и все там ничего больше нет для чего русскому нужно было передавать какие-то знания друг от друга там записывать и зачем это все передавалось из уст в уста вот с малых лет ребенок растет тех же самых казак его приучают порядку ну печали писать и так далее но это не надо было не слейте вот эти веры которые в индии есть если это отсталым народом редеградировавшим вот потом осознание поменялось когда начало почитайте что деградация была по всей планете вот у индейцев допустим мантесуну там того же когда приплыл этот карте встреча с кортесом было у него на диатеме двуглавый орел но они приносить начали жертву людей тысячи тысячами и людоездом занимаются все их просто уничтожили вот геноцид или да надо было это сделать просто надо было это необходимость того времени романовых самозванцев возвели в ранг великих там санцеликих и народ вообще боголепствовал ничего не было кроме кроме церкви вот романова как олицетворение было надо было прекратить сделали пришли ли они там можно ругать бесконечно дату власть но они делали все определенном порядку для того времени дали народу отдохнуть 70 дали знание это пожалуйста развивайте прокручиваете мы сейчас же обсуждаем да попробуйте при коммунистах это бы было невозможно вообще сделать на просто пересаживайте интересно рома сейчас две секунды мне только вот один вопрос вот вся информация которую мы сейчас услышали от вещателя откуда она взята и насколько вот достоверно может быть и такой вариант что то что мы услышали ничего не имеет общего с действительностью то есть первое откуда вещатель это взял и второе насколько достоверно то что он говорит секты как создаются а это секторские приколы я понял все это секта спасибо хоть честные откровенные спасибо пожалуйста не расстраивайся моё личное мнение ну смотри белое братство да вот за ним пошли вот христианская секта вот это было белое братство марии древе христос с подтекстом что она там это жена кстати левашова соратника хиневич вот для чего все это делается вот поэтому самый первый вопрос нужно кому это выгодно кому это выгодно то есть а у них определенное количество там поклонников появилась у них по книге за счет чего они живут твердоклебов сеть хиневич левашова за счет чего за счет взносов а потом появился интернет вот так же вот они начали выпускать ролики блогерами стали все можно и немножко вставлю немножко уже даймить доход без приклады каких-то усилий человек хаббард сказал что если хочешь заработать миллиарды создали религию примерно то то же самое сказал пожалуйста он получил адептов и миллиарды денег пошли но это секта ребята это секта и какие славяно-арийских лет нет можно и свое мнение по поводу левашова немножко вставлю в общем он себя представлял людям да то есть вот будто он такой великий как бы как бы это сказать волшебник что ли как по-другому еще назвать мол типа он же удерживал я же я же думаю ты слышал да ты смотрел левашова явно вот то что он там реактор этот удерживал чтобы радиация не раз ползлась в японии да когда я подсел на него я подсел на него а потом выяснилось что они у носовского фоменко стырили про тартарию с какую-то безумную вещь и по поводу тартарий карты он там показывал действительно носовский фоменко у них даже раньше это вся теория возникла на и поэтому я опять же говорю вот то что он там говорил но там надо отметать больше половины все чего он говорил ну есть такое поверье вернее как я не знаю что мол умерших либо никак либо хорошо но по моему это глупость если допустим был человек плохой почему о нем либо молчать либо хорошо говорить если был хороший то почему о нем тоже молчать надо нет все далеко не так я считаю что левашов просто бабки зарабатывал на пару со своей жены у него фотографии с артфелем а если тоже о чем-то говорит то есть носился определенный раскол это даже смута была она и перед перестройки вообще каждый сам себе на уме носилась смута вот этим языческим рне возникло начали убивать иностранцев и там узбек наших бывших братьев союза ну вот кому надо было выгодно кому дестабилизировать те же самые сейчас вот навальнисты эти возник то же самое та же самая секта дестабилизация в россии да мы живем плохо вот почему навальнисты допустим извините за политику немножко залез почему от им они же требуют справедливости что верно да там в обчиноники воруют есть такое дело всегда воровали везде по всей планете воруют но сейчас тяжело создать тимурова команда читали в детстве не хочет сказать создайте людей волонтеров помогайте им помогайте стране что творите ну и заодно там выступать свои требования подавать что вот там-то воруют от него зачем вы на улицу уходите зачем вам гомосексуализм который пропагандируете везде я одному навальнисту сказал что вы изначально выбрали неправильную стратегию вы нарушили традиции вековые традиции славянских вас никогда не изберут вообще все он слился вот вроде как дискордовскими два слова дискордов ским посиделкам то есть в эфире 4 известных блогера я ничего против этого человека не имею но я смотрел практически все эфиры и именно тогда когда четверка блогера у которых есть арсенал тех или иных знаний именно в этот момент мы должны узнать информацию благо что вещатель сказал себе честно что это секта у него хорошо хоть не стал отпираться но смотрите уже вот другую сторону и далеко шли от от пирамид мы слышали шли вашего плохой мы услышали шокиневич плохой славяна и арийские виды виды там выдумка и так далее то есть все плохо передаю слово но вообще как бы да у нас была тем немножко другая и как и насколько я понял наш товарищ ёжин зачем-то ушел не в ту сторону я не понимаю смысл его речи тогда если не по теме все-таки надо придерживаться друзья темы не что-то интересное выдавать они просто говорить что вот эта секта вот эти плохие мы хорошие они плохие я вообще могу сказать про левашова следующее я например не знал что он оказывается в молодости был обыкновенным экстрасенсом а потом вдруг стал исследователем здравствуйте дорогие друзья это экстрасенс обыкновенный смотрите он пополз по мне да 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 ну не на самом деле есть записи где он конкретно работает как тут же кашпировский чумак лан чумак да знаете такого же не извини я хотел об этом как рассказать что это он дальше делал это просто последствия 90-х вот это когда появились мошенники вот эти кашпировский этот самый как вот чумак алан чумак и он со своей женой именно этой ерундой занимался ребят я если не к тому чтобы его очернить а я ради того потому что я знаю всю историю подноготную как чумак работал вообще кто его поддерживал что это сильные типа мира сего вернее страны поддерживали и он очень большую долю отдавал им от заработали все они все проекты запомните в 90-х вернее даже практически до начала 90-х удали а дальше еще прочее начались проекты проекты музыкальные проекты вот эти вот мистическое экстрасенсорные всех мастей нахлынули давай отовсюду заполонила литературу я отлично помню как у метро всякие папиусы там продавались магия черно-белые только не горела да 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 моя мелкий был тогда еще но пацанами мы короче с другом побежали купили эту книжку она такая вот с плохим переплетом она большая была разные переплеты и плохие хорошие ну и чё меня сейчас дегенератором назвали ну тогда дайте мне два него тогда про левошоу если можно говорить конечно заступлюсь значит то что вы сказали это все абсолютно правильно но я тот человек который рассматривает любой объект с разных сторон да мы знаем этот знаменитый скриншот где один объект тень кидает разную поэтому я скажу положительные стороны а левошоу первое он был просто большой ребенок и его играли в темную сыграли не на деньгах она тщеславие и ему свое время хотите верти хоть и нет пообещали стать президентом россии можете изучить ролики на ю тубе где подробно он сам про это рассказывает естественно до оккупационный режим его использовал для того чтобы отводить сторону практически скажем так есть в наше время целая плеяда вещателей скажем так на просторах интернета который в принципе сознательно и сознательно этим занимается да это проекты и только два процента добрых светлых исследователей идут автономно они не почута указку а по воле сердца да ну вот как бы на той свет площадке на которые нахожусь собирается вот и по поводу того что он экстрасенсом был ну да это это да и единственный его самый огромный плюс в отличие от многих вещателей он объяснял что мы в оккупации что нас уничтожают это дело три хлеба в хеневич про это практически не говорил то есть у левашова большая заслуга в том что несмотря на то что его использовали как разменную монету он успел сообщить при жизни много информации что мы находимся в перевернутом в мире и что мы живем потому мы живем плохо не потому что мы плохие а что нам создают специально плохие условия и это очень важно я вам скажу где выключать микрофон туда я вам скажу что в те годы когда левашова вещал на ю тубе то 11 год это первые ростки это довольно таки смелые заявления хотя сейчас гайки свернули это тоже уже смелые заявление заявлять что нас уничтожают передаю слово спасибо я хочу сказать про тоже левашова что он как раз из серии тех самых девяностых товарищей да а потом может быть просто решил переформатироваться и в принципе выдавал много полезной информации не скажу что он прямо все там я вообще его мало изучал нет несколько видео смотрел и как бы он действительно выдает информацию у него действительно была подлинная одна или там много карт наверняка книга какая-нибудь старая была вот это тоже тартарии причем он подлинник приносил показывал на лекциях на этих семинарах не важно не это важно что все-таки он выдал что-то полезное да опять же кому что тот тот то и воспримет все целиком невозможно воспринять зерно истины найдет любой даже в куче извините там перемешанной сено с навозом можно обязательно найти что-нибудь полезное это грубо конечно сказано но и но это примерно так я к нему лично ничего не имею но я считаю что определенными силами он был убран как и многие другие там через например же не жене в этот суть сама суть идеологии славяных славяна арист вот это противостояние устоям нашего общества христианского общества который в принципе ничего не проповедует христиан плохого она объединяет религии вообще это объединение с латыни объединение всех народов она не стравливая она объединяет те кто находится на западе ватикан это язычество прикрывшись учением христа то что находится с ним снизу организм но на тело да и солнечное сплетение от которого почему она солнечно может осоединять светлый мир с тем то есть они прикрываясь учением христа проповедуют одно но они тоже объединяет народа них не разъединяет там творится сами знаете что говорить и кстати вот еще по поводу аналогии с так называемым или там мироустройство мира у славян читаем ветхий завет сотворение земли иду сначала не было ничего и дух божий носился над водой над какой водой вода когда была сотворена опять же идем в физиологии анатомии что вообще как появляются дети до воды где находятся у человека у женщины и что может носиться туда-сюда ну вот я просто намекаю вот так там аллегория столько это такая философия просто же нужно читать и понимать бог вообще первом варианте христиан изображался как солнце он как солнце изображался тоже ватикан у меня справки что человек у него нельзя было вообще имя бога не произносилось в существо осталось у евреев христиан тоже сами первые историанцы историанцы христиане это тот же сам иудаизм ислам боевая иудаизм вообще вроде бы тогда так не назывался это бы были и ученые ислам это боевая это кровь нашего тела вот а замок давайте в религии не углу не будем уходить хорошо ну тут будет полой земли это тоже относится никаким образом как никаким но каким образом разные религии мировые относятся к полу земли я чего все начал физиологии светлая и темная пола если как аналогии тогда я понял все хорошо я понял тот тот же самый и не я это все одно все все дуального мужчина женщина добро зло от рай от рай находится в голове спасибо извиняюсь за но я по поводу вы знаете по поводу религии что я думаю вообще это привнесенное в девятнадцатом веке которая вообще к нам к живым вообще никакого отношения не имеет честно говоря я в этой книжке вижу только плохое честно и вообще ее рассматривать как серьезное какое-то действительно научное описание вообще не надо это сказка эта сказка навязанная людям ведь религия это это еще один способ управления людьми почему я должен переживать за какой-то определенный народ который уничтожал моих предков нафига мне это надо но это мое мнение ребят а вы думаете как хотите все таки удалось вещать или добиться свою вещь мы уже все мы ушли народ предки тогда давайте я немножко вернемся в канву какую-то более научную ну у нас в любом случае сейчас как сказать мы же делаем длинный стрим да до утра я думаю же не выдержишь вы же до какого утра до сегодняшнего посмотрим друзья пока пока идем пока идем поэтому у нас разные темы мы еще коснемся опять же я подготовил египет слушать значит мне нравится в яндексе что это зараза оставляет все таки то что вот допустим я открывал на просто на том компьютере да и у меня видно что было у меня открыто то есть есть сопряжение когда ты вот допустим ребята дайте дайте слово даем рассказать меня слышно нормально да отлично я вам расскажу как участвовал научной конференции два года назад в ней я изучая славяно-арийские веды он товарищ на них какие-то претензии имел я изучая эту информацию которая там указана помог науке решить проблему календарей потому что оказывается то те две луны земли которые погибли были указаны славяно-арийских ведах они помогали понять какие объекты которых сейчас не существует но в древности же они были и арха и археология нашла эти древние календари но расшифровать их не могла не было информации что это за объекты куда они исчезли так вот эти все объекты они оказываются описаны славяно-арийских ведах и даты этих катастроф полностью совпали с датами которые наука находила этих гигантских катастроф с вымираниями то есть 13 тысяч лет назад когда там фата погибла с атлантидой и сто двенадцать тысяч лет назад так вот я все взял все вместе информацию из научных источников за информацию вед и раз применил ее расшифровал эти древние календарные системы показал что действительно во первых эти луны были была пятая планета и вообще всех планет 27 и вот совсем плюс нашел места падения этих лун показал же что наука об этом знает и пришел с этим на научную конференцию так чему я веду конечно это у всех вызвало шок большой интерес но на научной конференции был комиссар вы спросите какой комиссар коммунистов то нет каталкин а вот как вы думаете кто был в качестве комиссара коммунистов то нет кто был главой научной конференции как бы альтернативных исследователей как вы думаете темник священник 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 сидел как бы и после этого эта информация фактически ну никуда не пошла дальше этой конференции он сидел священник мне там задавали вопросы от ну со стороны библии скажем так я там ответил что мог потому что ну какая библия причем тут катастрофы но сам факт в том что главой научной конференции был священник и больше эта информация ну научной сфере никуда не использовалась дальше никуда не пошла я к тому что если у вас есть какие-то вопросы к информации вы сначала проверьте а потом ставьте штампы на каждом углу понимаете и проверьте еще используя данные науки а так вы налепили штампа в этот товарищ что с нами не проверял эту информацию и сразу закрыл перед собой огромный пласт науки причем славянской которая доказывает что славяне вообще вышли с северного полюса все об этом знали эти календарные системы сохранены изучены наукой а все это содержится в славяно-арийских ведах и вообще в ведах земли и она решает и проблему календаря майя и календаря египетского и все это там описано это решено доказано и уже показано только я не вижу очереди желающих это развивать и изучать а почему а как раз из-за вот таких вот штампов наложены запреты это все под запретом это запрет культуры и когда вы будете говорить что что-то там не то вы сначала изучите глубину этой культуры познайте а потом возвещать о том что мы вообще ни о чем не ведаете я для этого просто изучаю и нахожу и в христианстве и других религиях все единую культуру которые раздробили размешали переначали но она все равно была единая и все это на протяжении всех веков есть просто если это изучать вообще используя всю информацию тогда появляются эти ответы секунды украпления буквально две секунды украпления действительно виктор право если спросить у собеседника расскажите пожалуйста что-нибудь о славяно-арийских видах мы принципе ничего не 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 узнаем передаю слово просто собеседника их не изучал видите хард сразу хочу ты молодец конечно стараешься ты развиваешься вот я не возражаю тебе но славяно-арийских лет в природе нет во первых хочу хочу заметить какие тысячи лет какие миллионы лет левашовщина и хиневича я тебе еще раз говорю они такие же альтернативщики как мы они сидели вот придумали вот это вот для того ну выгода это ладно второе датировка научная датировка хронологическая датировка радиолюбилирозный анализ это фикция а одно отклонение микрорентген одно отклонение дает разброс миллионы и сотни миллионов лет как вообще письменных источников от носовского фоменка почитать письменных источников до христа вообще не было все это что мы все знали наверно были компьютерами на жестких газах сохранилась информация дан выбор каждым датаром выбор чтоб развивать свою коробочку вот делать правильные выводы то что неправильно но отсеивается сразу и второй еще третий есть ученые которые опередили время тот же самый тесла многое не мог выразить формула вы описать ёжан можно перебью нас на секунду ребята по поводу тесла тоже скоро будут готовы шикарные видео и несколько стримов будет проведено у меня спойлер делаю у меня дневники тесла есть вот он опередил время он опередил время он ничего не опережал он просто использовал то что ему дали он использовал давно на работу ничего не опережала никого никогда не разберем вот это из-за чего поток начался вообще все это вся эта катастрофа война это была глобальная война так человечество да мы там те технологии говорим в определенном как определенной конве то есть были вот эти получения эфирного электричества кстати нет трудно там вот сделать даже сейчас в современных условиях нагревалась вода шел по одновременно использовались природные источники вода рек было очень много звездной крепости то есть электространство как я думаю нет это не совсем электростанции это на раньше человечество ну да дальше человечество не развивалась он остановилась в этом в этом вот в этом времени и начала деградировать на пафе не устану это повторять потому что человеческие жертвоприношения были были на руси был климат на руси не было никаких человеческих жертвоприношений ну вот откуда такая информация у диких народов был вот и тех же самых мы не были дикими народами мы были образованы народу то есть славян арийских вид не было а дикая русь была и лежат приношения где подтверждений вот внутрь честный жиль возьми сейчас 20 москву да и ты сам видел это а страны и это не за 200 километров деревню и что уровень интеллекта почувствую там люди и маска причем тут уровень интеллекта сейчас примерно дикари и они не были дикарями их туда заселили в девятнадцатом веке я сам свидетель потому что у меня родовые корни 1 одной из местности куда заселяли крестьян я это не раз повторял именно поэтому их можно считать дикарями потому что их просто откуда-то оторвали туда был посадили и растите в глине в этой а там реально глина и чё конечно после этого можно сказать русь была лапотная русь была деревянная крестьяне не образованы а потому что их такими сделали отвечу я и все и евгений можно я покажу как раз насколько не образованная беларусь у меня как раз ролик вышел недавно к технологиях 17 века ну это же древние люди там вообще лапочи ну вы же понимаете больше ничего не было хотите посмотреть какие лапки в виде роботов управляемыми усилием мысли роботы управляемые усилием мысли вместо лаптей хотите увидеть так это ведь официальные данные не мои нет это иностранные вышлюбить иностранцев они вам покажут они вам расскажут правду они были в шоке как вы сейчас что у ивана грозного при дворе служат роботы управляемые мыслью и они не поверили точно так же как вы сейчас и заставили показать что там не карлик запрятан в этом роботе а что именно эта машина которая управляется с помощью мысли и что как раз как раз самое интересное что это как бы не мы придумали а иностранцы возвещают вы же видите да видите вас там видите иностранцев которые побывали побывали на руси во времена ивана грозного не пишут железный мужик на удивление всем подавал царю кафтан и подносил чашу с вином кланялся гостям и что-то напевал на этом невыносимом русском языке ну который ему так и не поддался этому вему когда царю возразили как вы сейчас наверное что это вещь не искусство мастера сотворена он царь кликнул трех людей мастерового вида одет их по-боярски и что-то им приказал и открыли спрятаны под одеждой из железного мужика крышки внутри него оказались шестерни пружины двигавшие руки ноги и голову и он работал мужик только это в световую погоду оказывается там фотосинтез применялся который дальше применили во времена петра так вот таких мужиков и баб железных было множество а сам грозный утверждал что они уже служат на руки на руси такие мужики два-три века они появились и применяются а при во времена петра скорее всего библиотека грозного не пропала не изучали брюс создает роботов создает летающих машин сухаревской башни ведь почему-то секундочку ваш не ведь извини просят у тебя есть но у меня в чате интересуются есть какие-нибудь картинки или еще что-то в этом духе ты можешь что-нибудь показать у него есть до много разных картин у него видео кстати очень много видео сейчас я покажу видим видим да сейчас видим вот так эту башню сухаревскую сталин разбирал по кирпичикам найти эту библиотеку найти эти данные дети механизмы как они их создавали так это уже времена петра но а о том что на руси была золотая баба которая будущее предсказывала умела издавать ультразвук так это еще тысячу лет назад восемьсот двадцатый год девятьсот восемнадцатый это в учебниках истории есть нет а лапти какие-то есть но так как и оказывается таких робота было три какие-то в сибири какие-то ближе к москве и об этом пишут те кто путешествует что живут славяне в сибири у них какие-то роботы там присутствуют так а вот эти вот видите миусинской котловине найдены зеркала так это проекционные экраны наши современные которые вы еще не получили даже в наше время я уже молчу про летающие технологии когда видеть виктор виктор извини я просто хочу на это на этом фоне тоже спойлер забацать меня давно просили сделать видео по статье до skype 16 века как раз ты об этом примерно сейчас сказал друзья скоро будет видео про skype 16 века но это не просто skype и там функции было гораздо больше как оказывается у этих вот якобы зеркал продолжать совершенно верно вот этот наш древний дом деревянный а на нем антенна приемная стоит не только для приема атмосферного электричества но и сигнала а зачем нам нужен сигнал ну что яблочко катится теперь у вас теперь и вы разговариваете зерта зеркалами да раньше думали что пушкин чего-то там обкурился а теперь все давай кричать ну окей google и что вы делаете как же не зеркалами вы разговариваете голосовое управление а пушкин какую траву вы думаете курил да никакую написал то что было еще недавно как люди с помощью голосового управления имели свой интернет свой интернет а теперь все разговаривают зеркалами и кричат окей google поехали так они яблоко даже не убрали него одна вкусили то есть дали часть знаний назад народу вот и все и в сказках это зеркало показывает все что нужно то есть интернет интернет а вот это уникальная картинка уникальная звуковая голограмма показан а вот эти вот тарелки названы он детекторами но один из исследователей называет то есть показано от красными стрелками это духи то есть звуковая из голограмма то есть голографическое изображение звуковое изображение все смотрят на это представление а вот эти вот тарелки кувшины дают звук, тарелки, изображения. Они же по всему миру есть. Добавлю капельку, Витя, буквально капельку. Сейчас в интернете можно зайти и онлайн веб-камеры посмотреть. То есть любой город в любой стране. Любой. Любую улицу, вот то, что там, где установили веб-камеры. Вот вам, пожалуйста. А покажи мне дом батюшки, да? Батюшки моего, да? Это вот как раз-таки аленький цветочек, да? Ну, я думаю, никто не будет против, что Пушкин написал первее о своей сказке, чем Стив Джобс применил эту технологию, так называемую, там, яблочко влепил. Ну, они же это яблочко сперли. Давайте подадим в суд на них. Пускай платят нам, блин, на патент, на изобретение, елки-палки. Чего мы сидим? Пускай нам немножечко денег-то вернут. Использовали наши знания, мы им сказки. А они нам, пускай, как говорится, заплатят за них все. Они нам бесплатно айфоны. Да, но только грустно, что эти сказки и технологии дали те же самые руки. Мы наивно полагаем, что был какой-то Пушкин, который нам дал эту всю информацию. И, кстати, по поводу иностранцев. Не всегда иностранцы впереди планеты всей. Сейчас активно иностранные блогеры берут тему именно от наших вещателей, что касается закопанных городов. И, кстати, потерял сайт. Знаете, это History, блогер История Пи, он его постоянно юзает. И там есть статья про сотовую землю. И взят скриншот именно с моего ролика. Ну, все видели вот эту шарообразную планету. И поделенные на соты с землями. И они в статью именно взяли скриншот мой из ролика. А про роботов, которые... Сейчас Виктор говорит, я делал два года назад или больше. Ролик, он, по-моему, называется «Древние армии роботов». Я объяснял, что не только прислуга была в доме царей, а цари воевали не живыми людьми, а были именно технически оснащенные, скажем так, солдаты. Поэтому иностранцы не всегда впереди планеты всей. Спасибо, передаю слово. Правильно. Так понимаешь, роботы Ивана Грозного, они точь-в-точь повторяют роботов, описанных в греческих мифах. Это точь-в-точь та же технология. То есть ничего удивительного, что там на Руси не тысячи лет назад были. Это наши технологии, простые. И они, роботы греческие, управляли силой мысли. И вспомните Талоса, он погиб, потому что у него из пятки вытащили какой-то гвоздь, и вытекло масло, эта смазка вытекла. Так Ахиллес то же самое, его закаляли в водах Стикса. Я говорил про полую землю, что Стикс это как раз река эта огненная, где нет гравитации. Вы человека вообще в лаве в состоянии закалить? Это можно закалить робота, и погиб он из-за того, что ему стрела в пятку попала. Вытекла эта смазка, робот встал и сломался. А вот что пишет путешественник, который посещает Киев, 1584 год, тоже иностранец, как бы не наш, можно верить, значит. Большой зеленый камень, подобный зеркалу, про него в народе есть дивная легенда, это он в церкви видит. А именно то, что в этом зеркале видно то, что считалось тайным. И про это рассказывают разные истории. 1594 год, для соток, помещалось в нем зеркало, в котором посредством колдовства можно было все, что задумаешь, увидеть. Даже на расстоянии нескольких сот миль. Это в церкви, да? А вот как княжна расстроилась, когда увидела своего любимого князя, который не воевал, а с язычницей развлекался, оказывается. Жена ему обыкновенно, ежедневно смотрела в это зеркало, желая знать, что он делает, и как поживает ее господин. Но однажды, увидев, между прочим, что он находится в любовных отношениях к пленной язычнице, она в гневе разбила зеркало. Так, ребята, ну это ж интернет. Вот она позвонила ему на скайп, что-нибудь, а он там, мягко говоря, не выключил прибор, и увидела то, что не нужно. Ну, это разве другое описание? Как она это увидела? И любая женщина в сердцах, естественно, кинет что-нибудь в это окошко. Так, а я, самое интересное, я современным прибором взял и замерил, ну, уровень излучения современных смартфонов. Он очень высокий именно при разговоре. Почему наши предки делали в виде зеркал? Чтоб мы держали их на вытянутой руке, чтоб не вредили мозгу. Понимаете? И тут даже суть проясняется благодаря современным приборам. То есть они не были глупыми, они оберегали себя, использовали именно сеть земных, именно силовых линий. А в центре силовых линий стояли станции, которые работали с атмосферным электричеством. Принимали, отправляли сигналы информационные. Это церкви, ну, храмы. Опять же, Х положительная сила, РА, перозданный свет, М материя. Вот эти генераторы, и то, что я же показывал, что современный генератор, он изобретен, он показывает церковь, строение. А это осветительные приборы. В 19 веке есть. Неугасаемые шары. Они молочно светят, Ломоносов про них пишут, что это освещение из атмосферного электричества. Ну, где у нас применяется атмосферное электричество? Где тот Тесла? Какое Тесла? Это все в храмах было. Вот вам освещение, 17 век, 16 век. Какое освещение в 16 веке храмов? С чего они светили-то? Вить, 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 задам провокационный вопрос, ты уж извини. Ты считаешь, что Иван Грозный, это один человек? Их, может быть, можно и много было. Вопрос в том, что времена все равно его были. Обратите внимание, вот посмотри, простая атмосферная электростанция, я сколько раз ее показывал, патент современного времени. Вот эта мачта, это колокольна. Нормальная высота 12-15 метров, а лучше всего 35-50. Ну, это же колокольня. А потом идет купол. Ну, только они забывают сказать, что это же надо поставить на силовые линии, то есть места силы. Тогда приток электричества, информации будет максимальный. Они же его лепят в любом месте. Понимаете, в чем суть? Они же не понимают, что было раньше. А вот освещение Петербургской крепости, 18 век. А вот это все, что описывает электричество, это все равно, что звездная крепость. Это те же звездные крепости, работающие с электричеством. А основа всего пирамиды. Так долина пирамид Тартарии, я ведь ее нашел в современном мире, она уничтожена ударом в 100 мегатонн. А пирамиды все равно остались. И тогда сорвало и полюс, и пошло и потоп, и вообще катастрофа глобальная. Вот же они на картах указаны. Они в современном мире есть. Они найдены, показаны фотографии с местности. Вот это прародина Тартар-Могол. А знаете, почему она забыта? А оттуда шла торговля с Америкой. Америка была тоже славянская. То, что и Фоменко-Насовский говорил. Вот эти подтверждения. Есть карты. Карты затопления этих территорий потом. Как они высыхали. Как славяне там, белые люди, жили на всей Америке. Это было продолжение шелкового пути. Вплоть до оконечности Южной Америки. Почему там города существуют. Тара, раса, Перуния. Именем Перуна. Империя продолжается. То есть, это все документы есть. Они полусокрыты. И технологии эти есть. Там и показаны технологии именно ракет, летающих аппаратов, война этих летающих аппаратов. То есть, освещение. Освещение в церквях даже 19 века. А вот вы за Египет затронули слова. Вот я в начале передачи говорил. Ребята, в начале 279 год строительство Александрийского маячка. Маячок был такой небольшой. Всего как 50-этажный небоскреб. Построен в 279 году нашей эры. Наука не спорит. Древние люди при помощи палок-копалок, молотка и такой-то матери 50-этажный небоскреб строят. В 279 году нашей эры. Витя, Витя, да брось. Ну что ты? Это реально. Ученые же доказали, что можно палкой-копалкой вообще все что угодно сделать. И мамонта забить. И все что угодно. Я же говорю. Так что можно посмотреть? В чем мы спорим тут? Да, да, да. Ну, во-первых, Виктор, характерник горячий из Харькова. Кстати, Харьков от слова хара, гора, гореть, яра. Вот. Ладно, это оставим. Другое. Нужно, чтобы понимать, что у простого землепарста не было тех знаний, у кого, чтобы понимать, вот это вот, что не было тех знаний, там, яблочек с тарелочками, летательных аппаратов, нужно знать, что существовал закон Кона. Ты же на казах, да, я так понимаю, земляк мой, я тоже с Украины родом, Закарпатти, а вот живу в России сейчас. Вот. Нужно понимать, что в Индии, вот обращая внимание на Индии, куда принесли славяне культуру, вот эти веры индийские, там все разделено по кастам. Именно такая же система, вармы, если ее описывает Сергей Данилов, покойный ныне, были у славян, то есть, что не было положено знать, как говорится, Юпитеру, вернее, Быку, то было у Зевса, вернее, то было у Юпитера. Вот. Были со слоем, выше этого со слоем ты подняться не мог, но если ты развиваться начинал, там одарен и так далее, тебя поднимали на ступень. Каждая ступень этой пирамиды, это наше славянское изобретение, никакое там не масонское, ничего. Каждая последующая ступень не знала, что делает нижний. Тогда верховный князь знал все. С нему шла подпитка. Пирамиды, это что такое, рупорная антенна. Она как и может считать в физическом плане, так и в ментальном, народном, полевом плане. То есть, землепашество не знало, что там творится, вверху эти яблочки катают, там зеркала, и так далее. Да, все это есть, Пушкин красавец, он сохранил, донес для нас. Но и боги начали войну, вообще-то. Сначала это описывается в ведах, а потом уже все это перешло на народ. Когда бы иностранцев отдельно скажу, европейцев, Европа вообще располагалась на территории Прибалтики, вернее, Латвии самой, и со столицы Рига. Чтобы понимать, кто такие европейцы, нужно знать, что вообще сами европейцы, они пишут, что пришли Аланы, Кочеркассы и Аланы пришли с Кавказа и проселились там по Европе. До сих пор у англичан существует кавказин пипл, это об европейцах, обо всех. Это казаки, казаки вместе с кто там были различные народы, это воинское сословие. Вот основное Аланы, Аланы, да, Аланы, татары и Черкассы, не Черкессы, а Черкассы. Нужно понимать, что народы совсем по-другому выглядели, они не так смешаны были, гибридизированы. Что то, что мы на европейцах говорим, там вот они такие, это наш наш народ, то же самое. И когда произошло разделение, вавилонское разделение, библейское, оно произошло... Вить, верни картинку с мечами, пожалуйста, сейчас вот Йошек поговорит, потом поговорим о мечах. Это совсем недавно возникло разделение на языки и так далее, на народы, для того, чтобы систематизировать все после катастрофы. Вернемся вот к тому, что народ одичал и так далее. Да все в горах жили, поток был, когда он сошел, неизвестно. Поэтому там в этих узких сообществах образовывались новые языки и так далее. А вообще систематизировали все языки к XIX веку только. Есть такой пользователь Статин в ЖЖ. Статин вот он описывает полностью, как, когда создавали. В латыни это вообще новодел. До этого арабская была письменность. Она кодирована, потому что славянские языки практически знали на всей планете. Чтобы сокрыть знания, арабикой писали. Воинские депеши, арабикой писали. послания арабикой. Русские князья. Русские. Арабикой это не бедуины в Саудовской Аравии. Они туда принесли эту арабику, дали им язык. А вы знаете, почему они арабикой писали? Ну, криптография. Потому что у нас все читалось слева направо, понималось справа налево. Это письмо нитками, узелковое письмо. изначально объемное для объемных структур мозга. И при помощи света оно создавалось при наблюдении за небесными телами. Как раз писали нормально. Об этом в Рожке писали справа налево. На юге писали слева направо и справа налево. Никакой арабской письменности нет. Это та же письменность народа в Тартарии. Если выражаться. Давайте просто скажу одну вещь, дорогие друзья, сейчас возьму слово на немножко. Я считаю, что весь мир был един. Но он стал един, по-моему, после катастрофы, друзья. Вот, Рома, правильно. Нет, вот, и поэтому и были разные языки. Мы сейчас живем фактически в том же мире, только нас разделили на более мелкие части, и каждый из паразитов управляет своей долей, которую они поделили. Поэтому есть же такое выражение разделяя власть. Вот они разделили власть, сталкивают нас с лбами, то есть устраивают войны. Я считаю, что войн тоже не было. хотел попытаться вот сейчас обсудить вот эти вот мячи, которые у Вити, да, есть вот такая картинка. Давайте просто логично, логически подумаем. Сколько лет этим мячам? Я ставлю 200 лет, а то и меньше. Меньше. Смотря как гигантские 150. А происхождение их, ну это отдельная тема. Вот вопрос на засыпку. Откуда они взяли часть для чего и почему? Ну раз я уже слово взял, я буквально два вкрапления. Смотрите, для тех добрых светлых человек, кто будет слушать записи, дайте богу этому эфиру у Жени и у Ромы огромное количество просмотров. Наш собеседник озвучивает ролики десятилетней давности, то есть сейчас современные исследователи уже далеко ушли, а мы слушаем как раз-то и информацию а-ля Хиневич, а-ля еще кто-то, то есть тут идет винегрет, тут взято ото всех вещателей по чуть-чуть и подается по таким соусам. Иногда вкрапляется истина. То есть мы, как бы, вещатели, точнее, говорящие, он не озвучивает свои мысли, он просто озвучивает ролики, которые он слушал на Ютубе, а здесь блогеры, вещатели, исследователи, которые уже далеко ушли от тех вопросов, которые еще были актуальны 10 лет назад. Поэтому спасибо, вот хотел бы узнать у коллег, соратников, откуда мячи появились, зачем и почему. Ну, я думаю, что это первые потуги завоевания земель после катастрофы, и максимум, на что были способны, это собирать остатки, выкапывать остатки металлических изделий, ранее сделанных другой цивилизацией, и вот что они и делали, они могли действительно выковать на обычной наковальне, которой, извините, ранее, по-моему, 19 века ни одной наковальни не было найдено. Есть один интересный, блин, как человека называют, который собирает, допустим, вот эти разные, коллекционер, он собирал наковальни, его это интересовало, и он ранее 19 века ничего не нашел. Самое смешное, что это действительно были первые потуги разделения мира, то есть, вот эти ребята, которые разделили мир, все равно чего-то хотели наковырять. Вот у меня здесь вопрос был по поводу Аляски, да, каким образом, как она появилась, обратите внимание на герб России, вот просто как пример, потому что многие гербы тоже подверглись видоизменению в 19 веке, об этом тоже не помешало бы видео сделать, я исследовал эти моменты. Но самое такое вот странное изменение гербов было именно у России. Только в середине 19 века появился фамильный герб Романовых, хотя, давайте будем честны, это Гольштейн и Гаторпы, это вообще не наши правители, почему их назвали Романовы. Во-первых, скорее всего, надпись была Роман-Офф, то есть выключение Рима, да, отключение. И что касается именно герба Российской империи, он был фактически пустым, и только где-то 60-80-м годам на этом гербе начали появляться те страны, которые завоевала Россия. Я говорил и буду говорить, я уверен, что Руссия и Пруссия это объединенные впоследствии государства, которое захватило, это два государства, которые захватили именно нашу территорию. Это и Украина, и нынешняя Россия, и можно так сказать, как вот раньше был Советский Союз, то есть это была огромная территория. Ее захватили, поработили, и потихоньку, постепенно, если вы посмотрите как бы прогрессию изменения герба Российской империи 19-го века, то начиная с середины и заканчивая концом 19-го века, там все больше и больше появляется гербов других стран. И опять же, тот же, взять Крым, там что у нас на гербе было в 19-м веке? Герб Тартарии. Вот это вот. Герб Рюрика. А? Герб Рюрика, там Гапи, перевернутый. Ну как Рюрика? Давайте Рюрик, Рюрик кто у нас? Это тоже какой-то пришелец как бы. Вот такие мы все тупые были, нами некому было править. Нет, Грифон, Грифон, ребята. Герб Тартарии был Грифон. И это последнее, что осталось, это в Крыму. Вот эти вот знаки Тартарии. И плюс ко всему, как ни странно, в Швейцарии, именно в Базеле стоит Василиск, а это тот же самый фактический Грифон. Как раз картинка боя над Швейцарией 1566 год, Базель, летающие шары. Да, вот это и есть война богов. Кстати, а гербы Рюрика, тамга, воинское, воинское знамя. Гербы могли быть везде разные. То есть, ну, какое-то животное обозначать. Допустим, вот Китайская Тартария, там вот это Грифонгл, да? В Тартарии Сава. Сава до сих пор символ масонства. Это о чем говорит? А сами масон, тот же самый Трамп, он относится к роду короля Артура. Ведет корни оттуда, его род вообще. То есть, он славянин? Вот они все славянин, перемешаны там, естественно, и Р1-2, и иудейская кровь, и так далее, семидская гоплогруппа. Но это наши, все они наши. Из-за чего разделился мир разнополярным, чтобы мы развивались? Сейчас вот они вот именно масонство и вот эта черная аристократия, которая вот именно относится к тому отделу, который называется АТ в нашем организме, ЖКТ. Они хотят сделать однополярный мир, нас объединить. Мы отбрыкиваемся по-всякому, пока получается. Вот. Ну, я думаю, что когда пик вот этого извращения всего там вот этого достигнет, там именно у них произойдет то же самое, что было двести лет назад. Начнется война. И опять очищение произойдет. Опять нас разгонят по горам, кто останется в живых, начнут опять жизнь. Вот Женя с канала «Разгадки истории» он же показывал, что Зарайский Кремль, да, там, холм, на высоте, там, под самыми стенами ставенка древний человек на глубине метра якобы древнего. И тут же Костя и мамонт. То есть мамонт, они жили там не 20 тысяч лет назад, а недавно все было. Динозавры то же самое, они вымерли, ну, может быть, там 200-300 лет назад началось, когда вот эта битва началась, там, в Африке она началась. Вот. Они же в основном там обитали. Вот. Были выбиты эти динозавры, они тоже залегают практически на поверхности. Ну, то есть все это недавно было. Для чего мечи? Мечи, вот как я думаю, предполагаю, я ничего не утверждаю. Вот. Вот когда начались все войны, после введения раскола общества, да, когда язычество откололось от Христианства, вот этой новой веры, православия, но православие так и осталось. Потому что вот на Сибири, люди сохранили традиции. Там не было вернуто возвращение во все наше общество. Русское, там, русских народов, скажем так. Вот. Для чего это было сделано? Чтобы убрать поклонение разным животным, чтобы человеку люди начали поклоняться. Для этого была не придумана, а взята героя Андроника Боголюбского, то есть Христа. Уносовского это описывается с Аминкой. Подробно там куча материала вообще. Они по крупицам, то, что осталось, они успели затереть, собрали это все и дали. Вот на этой, на основе вот этого Андрея Боголюбского родился какой-то фантомный родомир. Ну, не было его родомира. Ну, вероятно, может быть, был, он там по-другому назывался, да, но это был Андрей Боголюбский, наш князь. Андроник Камнин, мать которого и отец были еврейка, вот, Мария, она была еврейка, еврейка. а сам Андрей, он был из бригов, бригов, которые жили на территории Византии. Ну, если бы, не Византия, а Царьграда, сейчас Турция. И он там же был распят, а не какой-то там палецинец. для чего исполнированная диверсия, скажу слушаю. А в Израиле эти египетские пирамиды все придумали, исход из Египет, что спасти людей, евреи, да, не все же там они плохие, там, допустим, да, но больше, 50 на 50, вот их, чтобы не было народных волнований. Завалят вам каналы своими крамольными беседами про евреев. Ну, да, ладно, не будем говорить про это. В общем, я сказал то, что я хотел сказать, это рассуждать. У меня много среди евреев, среди кавказцев, друзей. Вот. Даже есть те, которым я обязан жить. Будем так говорить. Потому что я за объединение народов, но за многополярный мир, а не однополярный. Он не должен быть однополярный. Мы должны по-своему развиваться. Там цивилизация юг, да, у них совсем другой менталитет сложился, другой мы шли. У них свое. Но мы должны быть вместе, то есть сотрудничать, но не быть вместе, вот как в Руси ведической, о которой мы вспоминаем, да, именно из-за этого произошла деградация народов. То есть мы остановились, зависли на одном уровне. Крестьянину там, вот этот простому, мы не давали туда-то, беж, залез, что-то изменить. Вот этого хватало минимум. Народ пребывает, народ рождается, другие мощности нужны, другая, так сказать, более мощная наука. Поэтому разделили ведическое знание, допустим, которое мы называем ведическим, которое было наверху, к низе, на религию и на науку, которая вот путается сейчас, развивается, только-только развивается, опять по-новому. Я думаю, что есть все знания, есть в Ватикане и в РПЦ, Александрийская библиотека и, соответственно, в Ватикане, там то, что были рыцари, там блееры и так далее, которые забрали маслом себе. Они же пытались сначала, изначально провернуть Ватикан и католичество, а Ватикан взял их к себе и притянул. Видимо, дал вот эти вот какие-то там начальные базовые знания, этим алхимикам всем. Начала развиваться наука и постепенно вкидывает вбросы, дело, когда наука начинает опять деградирует, останавливается и раз вброс какого-нибудь. Опять пошло развитие. Как я думаю, так, наверное. Друзья, у меня еще один небольшой провокационный вопрос. А кто может объяснить, почему только в 19 веке и начале 20 века начинались раскопки? Ну, ждали, пока народ созреет, видимо. сейчас же постепенно смотреть, не было же тех книг и так далее, этих материалов в сети не было, которые появляются. Постепеньку вбросы делают, чтобы мы начали думать, кем мы были. А когда мы думаем, кем мы были, мы сохраняем свои традиции, то есть мы возрождаем их, вспоминаем, как это было. И когда-то я думаю, что наши потомки в полной мере получат полное знание, которое было. когда мы разовьемся до определенного нормального уровня, когда нам нужно будет это дать, чтобы мы опять не остановились в развитии. Ну, мне что-то подсказывает, что нашим потомкам нормально жить не дадут. Ну, возможно, и так. Развитие пути, как говорится, Господь неисповедимы. Кстати, про пути Господь неисповедимы, вот, пожалуйста, ученые всячески отрицают, что сознание может влиять на материю, а эффект наблюдателя это опровергает. То есть, вот это и есть пути. То есть, когда человек наблюдает, свет начинает вести себя как вода. когда перестает наблюдать, он берет. Ёжин, я понял твою позицию, но хочешь, я задам тебе вопрос, который все-таки заставит тебя задуматься. Смотри, не наблюдая, вот я про эффект наблюдателя. Если ты не наблюдаешь за предметом, ну, вот за вот этой частицей, да? Если ты за ней не наблюдаешь, она не изменяется, да? А если ты ну, как бы начинаешь наблюдать, она раз и изменилась. Так же говорят, правильно? Так это и есть божественное сознание. Ладно. Бог в голове. Не наблюдая за частицей, как ты можешь знать другое состояние, если ты не наблюдаешь? Потому что она реагирует только на наблюдение, правильно? Значит, состояние, когда ты не наблюдаешь, никем не доказано. Так получается? Нет, нет, тут совсем по-другому. Это не человек глазами там или камерой наблюдает, да? А стоят чувствительные приборы. Как только их включают, вот, то частицы начинают вести себя так. То есть, когда есть присутствие человека... правильно, когда они выключены, типа частицы ведут себя по-другому, но приборами это не зафиксировать, потому что приборы выключены. Ну да. Ну да. Ну тогда как можно доказать, что они имеют другое состояние? А помните мультик советский? Если за ними не наблюдаешься? Ром, старушки попрятали игрушки, когда мальчик заглядывает в комнату, бабушки не играют с игрушками, как он только дверь закрывает, он говорит, они достают старушке игрушки и начинают там паровозиками играться. То же самое. Ну это то же самое, как мультики, когда люди не смотрят, а игрушки сами живут. Не загадывай на будущее. В общем, суть пословица такое, нельзя планировать на будущее, далеко вперед, потому что не сбудется. Вот это именно с той же оперы эффект наблюдателя. То есть мы загадываем, навешиваем ярлыки на прошлое и меняем то, что может быть. На каждое действие есть противодействие. Закон сохранения руки. Так вот, нет самого внимания, Георг пишет, нет, само внимание изменяет бытие, фиксируется результат. Но опять же, если ты не наблюдаешь, откуда ты можешь знать, какое состояние? Жень, ну смотри. Это Рома. Видимо, какие-то индикаторы. Ну вот как там? Я конкретно не могу сказать, что я не вникал. А ты чем это определяешь? Ну я немножко вникал. Опять же, миграцию животных отслеживает по приключению какого-то датчика. А тут может быть какая-то другая индикация есть, которая определяет, что именно так происходит. То есть на самом экране фиксируется. Экран, он тоже является как центром, куда идет поток света фотонов. Извини, извини, это приравнивается опять к вере. То есть ты не знаешь, не видишь, а должен верить. Вот так это получается. Я немножко изучал. Эту гипотезу изучал. Понимаешь, чем прикол? Опять же, нам говорят, что это эффект наблюдателя, получается. То есть это применимо ко всему, не только к приборам, но и к человеку. Это как бы сказать из разряда матрицы. Ты начинаешь на что-то обращать внимание, и это резко видоизменяется, и она подстраивается под тебя. Как бы так получается. И то же самое как бы происходит с пучком фотонов. Это же о фотонах речь идет, насколько я помню. И опять же, если ты не наблюдаешь, если приборы выключены, откуда мы знаем это состояние? Откуда? Если нечем зафиксировать. То есть в этот момент, когда не фиксируется, мол, нам говорят, что они имеют один вид, а как только или мы, или приборы начинают за ними наблюдать, они начинают видоизменяться. Каким образом это было доказано? Есть экран, выход частицы и конечное ее достижение. Вот этого экрана, который проецируется свет. При выходе частиц включается вот или там, допустим, при выходе частицы включается индикатор. В каком состоянии? Там же 30, вот как вот сам прибор, который фотон выпускает, свет, одна стенка с двумя щелями и третья она стоит просто как индикация. Есть вход, выход, вернее, частицы и вот конечный результат из экрана. Вот именно как это постоянно работает наблюдение. То есть не наблюдение, а именно фиксируется. Но вот я зато и говорю, фиксация это тоже наблюдение. Ну понятно, но она работает постоянно. То есть тут нет логики вообще в этой теории. На полном серьезе. Ладно, вот мне написали на экран проекция, да, идет. Опять же, как на экране это все отражается? Экран является фиксатором или нет? Если он является фиксатором, значит опять это наблюдение. То есть тут замкнутый круг, ребята. Вот на самом деле. Как доказать то, чего нельзя доказать? Я точно знаю, что квантовая физика родилась именно за это. Он доказал много, опровергал многие постулаты официальной науки. Ну, я больше скажу. Я не знаю конкретно самого опыта, как это производство вообще. Ну, я видео смотрел, я читал. Да, я тоже видео смотрел. У меня очень много вопросов к этому возникло. Это равносильно как Монферрану, который канатами там мужики поднимали. Или кто он там, Монферранж эту колонну поставил. Это вранье. это все вранье. Очень много в чем. Валерий доказал Валерий, да, по поводу дифференции, что ли, да, разделение вот этих выстрелов одной частицы и типа создание вот этого градиент градиентной что называется рисунка, да, типа чтобы стреляют так, а рисуются по-другому. То есть не две полосы, а несколько. То есть как бы частица ведет себя по-разному. Ну да, она не на полосы, да, 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 именно вот это ерунда. То она ведет себя как частица, то она ведет себя как волна. Как это все должно выглядеть? Вот просто тупо для прикола. Вот допустим, я являюсь наблюдателем, смотрю на частицы, да, отворачиваюсь, и нам, вот я отвернулся, ученые нам говорят, что все, частицы начали меняться. С чего они это берут, если нет наблюдателя? Теперь уводим все в трехмерное пространство. Стоит наблюдатель, который смотрит на меня, я не смотрю на частицы, наблюдатель видит, что частицы, ну там в одном состоянии. Как только я поворачиваюсь, это опять видит наблюдатель, то есть вы, допустим, как будто с камеры смотрите на меня. Я поворачиваюсь, частицы меняются, соответственно, вы, которые смотрите за мной, тоже являетесь наблюдателями. То есть зафиксировать этот момент невозможно, потому что вы тоже наблюдатели, и при вас частицы должны меняться. Можно я помогу? Разрешу этот спор. На самом деле тут все проще. Я после тебя скажу. Да. Смотрите, частица, никто же не будет отрицать, что частица, она должна являться частью чего-то, неважно, воздуха, растения. Ну, самой по себе частицы не существует. Частица тумана, частица капли, то есть она обязательно, поэтому она частица, поэтому она часть чего-то. Значит, с точки такой логики получается, что если сейчас цветок в Южной Амазонии начал только вырастать, если туда приедет ежа и начнет наблюдать, а цветок состоит из частиц за этим цветком, то цветок будет расти. Если сейчас ежа не наблюдает за этим цветком, значит, этот цветок, он как бы застыл. Но надо просто приехать, чтобы он рос. Поэтому большое-мало, малое-большом, чтобы понять наш мир, не надо, не всегда обязательно лезть в микро- и макро-уровень, просто посмотреть по сторонам. Поэтому, независимости, наблюдает человек или наблюдает, мир живет. Даже компьютерные разработчики уже давно ушли дальше. В 2005 году компания Bethesda Softwork создала компьютерную игру The Elder Scrolls Oblivion, где сделала мир, который работал уже не по системе классических скриптов, когда приходит в локацию игрок, и мир вокруг него активируется, начинает разыгрывать некое представление. В этой игре мир уже жил в независимости от того, наблюдает, когда вы играете своим персонажем, наблюдаете вы своим персонажем за этим миром или нет. То есть, NPC жили своей жизнью обыденной. Ходили на работу, в церковь молились, читали книги, перемещались из города в город. Для этого не нужно было наблюдать. Мир кишил. Поэтому я говорю, что нету такого, чтобы что-то росло, нужно на это обязательно смотреть. Спасибо. Я, по-моему, знаю, как это все происходит, Рома. То есть, никто не отворачивается. Работает постоянный индикатор. Вот включим он, да? Он работает. Рома, то есть, понял, Рома, я уже дома. В нашем мозге. В мозге мысль это электрическое, электронное облако, да, будем говорить так. Вообще, Женя сейчас должен был говорить. Ингрутируется пространство. Возникает желание наблюдать, частица ведет себя вот так. Не возникает наблюдать, то есть, отключает прибор. Все, ведется, частица ведет себя по-другому. Я думаю, как-то так, наверное. Но как зафиксировать? Как за ними проследить? Вот что они изменяются. Не наблюдают, ты не поймешь, изменились они или нет. Правильно? Давайте я немножко. Вот, я об этом. Так этот индикатор постоянно работает, который вот стоит и фиксирует электрические... Индикатор это тоже наблюдение. То же самое. Он включается вместе со светом. Ежин, давайте я добавлю тоже. Включить, по-наблюдать. Частицы... Женя, Рома, наведите порядок. Все-таки нехорошо, что вы молчите. Ну, я не знаю. Они что-то продолжают извинять и порожнее. Одно и то же говоришь, вот ты ее же совершенно одно и то же. Я не понимаю тебя. Я хотел сказать, что вы говорите про частицу. Вы, наверное, помните, да, как в том ролике показывается? Что там показывалось в том ролике? Да, вот я сейчас... Ну, давайте я включу демонстрацию, а то что-то скучно как-то. Вот вы показываете вот такую хрень. Там она мне, Настенька. Вот типа стреляется частица, да, она летит сюда. И потом она ведет себя, она летит или сюда, вот в эту вот часть, в эту, в эту щель, или вот в эту. Соответственно, на экране. Можно, пожалуйста, без поддакивания, ладно? Потом она отображается, когда за ней наблюдают, она отображается здесь вот так вот. Ну, то есть, соответственно, здесь так. Постепенно выстраиваются две полосы. Когда глаз отворачивается наблюдателя, она себя начинает вести как волна. Появляется наложение волн, соответственно, здесь соприкосновение, так скажем, точек соединения этих волн, и образуется множество полос. Они не могут понять, как это может происходить. Я уже об этом говорил, что рыбников это все объяснил. Что? Во-первых, я даже рыбник сейчас не использую. Во-первых, частица, она не просто частица какая-то, она ведет, она изначально выглядит, как вот он говорит в сирот, как он выглядит. Это сфера. А это ключевой момент. потому что здесь показано, вот в том ролике в этом компьютерном, там с таким дедушкой и ученым, там показано, что типа вот так вот все распространяется, в плоскости показано, при этом показывается трехмерный мир, трехмерная пушка, трехмерная вот эта хрень с щелями, трехмерное пространство, там какой-то класс трехмерная панель, которая фиксирует. Я не знаю, на чем они там, на фото пленке это фиксировали или что-то еще там какое-то специальное покрытие было, но они забыли сказать, что вот эти частицы, они шар, сфера. И когда она летит, она летит как маленькая сфера. А что ей мешает расшириться, как говорит Рыбников? А что, а почему они рисуют нам вот этот обман в том, что это происходит всего лишь в двухмерной плоскости? Что за бред, извините? Если они показывают трехмерное пространство, давайте честно говорить, что и вот эта вот картинка ложная, она должна выглядеть трехмерно, как распространение волны в трехмерном виде, как, а что такое волна в трехмерном виде? Это расширяющаяся сфера ни много, ни мало. Причем не только вперед, но влево, вправо, Вот вам весь ответ, друзья, на этот вопрос. И что мы тут гадаем, сидим, я не понимаю. Я уже все вам сказал, что это такое. Думаю, надеюсь, понятно. Кому не понятно, сами подумайте и домыслите, о чем я сказал. Что нам рисуют ложь, вот эту, да, можно просто пересеркнуть вот это все и подумать о том, как выглядит это реально. Женя, извини, добавлю, это как теория Эйнштейна о том, почему Земля вокруг Солнца крутится, но, мол, ради понимания, для того, чтобы человек понимал, мы растянем простыню, на нее положим тяжелую, эту самую, я не знаю, шар тяжелый вокруг, пустим еще что-то. Ребят, если космос есть, то он тоже трехмерен. Так что, куда Солнце давит? Вверх, вниз, влево, вправо? И на каком основании? Если нет в космосе веса, почему тяжесть? Почему? Ну, короче, ребят, изучите, посмотрите. Для меня это давно смешно все. Если более примитивно рассматривать, допустим, за ребенком смотришь, он не шалит, а вот выходишь в другую комнату, через камеру набираешь, он, глядь, начинает там в бедокуре. Тот же самый эффект наблюдателя. Все. Просто, да, привязивно. Так что, друзья, эффект наблюдатель тут, в общем-то, и не нужен. Хотя, хотя сам процесс перехода, вот то, о чем я сказал, он, он получается, вот камера был скрыт. Как это происходит, они так и не поняли. А оказывается, волна, даже если это радиоволна, она не может распространяться только в двухмерном пространстве, будучи, находясь в трехмерном. Но, можно создать пучок, пучок частиц, допустим, радиоволну, направленного действия, радиолуч, назовем так, где, скорее всего, они будут выглядеть как вот так вот. То есть, их много в одном луче будут. Вот так вот, как в лазерном луче. Женя, интересный комментарий. Кто измерил частицы? Может, это же не шарики, а смайлики? А я по-другому скажу. А есть такие микроскопы, которые видят эти частицы? Или это опять очередное предположение, так же, как и атом, который тоже там вокруг частицы, который пока еще нельзя рассмотреть, но это предположение ученых? Ну, кстати, да. Никто же их не видел, никто их не показал, никто их не определил. Да, есть только графика. Все на уровне предположений и не более. Хотите поучительную академическую историю? А, давай. Дело в том, что сто лет назад продвигали ученые историю про бозон Хигса. По-моему, с одной буквой Г там или Хэ, ну, короче говоря. Но, сто лет назад ученые были еще немножко с головой дружны и отмели ее полностью. Как несостоятельно. Прошло сто лет. Построили адронный-адронный коллайдер. Валили туда, ах, ну, много лярдов баксов. И с той же самой теорией, только новый, как бы, изобретатель там или вместо одной Г, две Г, Ихи, Г, Са, вот он стал таким, ту же самую теорию впиндюрили и получили Нобелевскую премию там, награды, улыбки благодаря адронному коллайдеру, что он типа доказал, что существует такая частица Хигса, хотя они точь-точь повторили то же, что и было сто лет назад, и ничего нового там они не добавили. Все тоже старое, ничего они там не подтвердили, но налепили это все и пропихнули в новостную среду. Теперь все должны знать, что существует бозон ХигГСа, хотя никто его не видел, как вы правильно поняли. И добавлю по поводу вот этих всех открытий, то бишь патентов. Ребят, посмотрите всех великих открывателей 19 века и начала 20 века, вы просто удивитесь. Каждый из них масон, это раз, и второе, у них тысячи патентов, пять, шесть, семь тысяч, какие, блин, умные люди были. И все за границей. И все за границей в основном. Прям повальная гениальность у них пошла. Я не знаю, что они там отпились или обкурились, но что-то с ними там случилось, они стали супергениями прямо. Ну, я думаю, это просто были как бы говорящие головы, на которых навесили все технологии, которые были до потопа. Ну, пусть до катастрофы, давай так скажем. И опять же, один Тесла чего стоит? Тесла, он ничего не открывал, он внедрял в мир, опять же, это было подставное лицо. А если его как бы, как бы, как бы, историю его рода посмотреть, то его дед же, да, по-моему, с Наполеоном на Москву шел. Вот. То бишь, получается, европейцы брали Москве, явно завладели какими-то еще и технологиями, которые еще оставались. Чего? Тесла был славянин, все. Да не важно, кем он был. Ну, Толстой тоже воевал. Важно, кем он стал. Туркестан, Аперсия, они воевали ракетами. Толстой тоже граф, по-моему, по-моему, то ли с Франции, то ли с Германии граф Толстой был. Вот. И он использовал тех людей, которые жили на этой территории, как рабов. Плюс, ко всему, есть письмо присутствует, где он просил, короче, чтобы ему прислали еще рабов и молоденьких девочек, по-моему, лет 13-14. И это лично Толстой просил. Ну, это Алексей. По ветке вот этого Алексея Толстого. А граф Толстого, вот именно лев который, он потом прозрел, он понял, что они творили вообще, когда завоевывали вот это, убивали язычника. То есть, нашу веру изначального не... Наша песня хорошо нужна изначально. Это уничтожалась и поджигалась земля. Применялись кумулятивные снаряды, эти ракеты, про которые он постоянно говорил, а не какие-то там яды. И он все отказался от христианства, он назвал это вот не пусть там... Ну да, его же от церкви отлучили. Он сказал, что это нынешнее христианство это секта. И он трехся от христианства пропила там церковь и так далее. Отлучили от церкви. Ну, многие судить-то, конечно, не на там Гарто, Тольский, мы все русские народы, просто к каждому приходит осознание того, что он делает неправильно, иногда поздно. И человек спохватывается, начинает уже что-то там... Вот это «Война и мир» это же заказной роман вообще. Он писал по заказу... Но он несколько раз его переписывал, кстати? Да, да, это заказной роман. Да он не переписывал, а переводил с французского языка. Оригинальный роман был написан на французском языке. И даже в наших старых советских учебниках было вверху 50% текста на советском языке, а 50% внизу там сноска на французском языке. Давайте пока с темой я два слова скажу. Трехмерного пространства мы не ушли. Смотрите, откуда вы знаете, ну, мы с вами знаем, что у нас это трехмерное измерение. А этот термин нам дали оккупанты. Я, в принципе, хочу сказать, что у нас минимум, мы сейчас живем с вами в семимерном измерении, но на самом деле его больше. И сейчас я объясню, что я имею в виду. Оно, грубо говоря, девятимерное и даже двенадцатимерное. И это именно здесь, на физике, здесь, сегодня и сейчас. Поэтому звучит это так. Я не делал открытия, я просто, опять же, переозвучу в какой-то мере древнее ведическое знание, которое, возможно, можно найти и в интернете и сейчас. Так вот, значит, вправо, влево, вперед, назад, вверх, вниз и вовнутрь. Это я сейчас объяснил семимерное. А если к этому еще добавить по диагоналям, то это уже вырастает в девяти и двенадцатимерное пространство. Но нам, оккупанты, опять же, обрезали науку, они дали нам только вверх, вправо и вбок, да? То есть, вот трехмерку нам дали. А мы совсем забываем, что есть еще, как говорится, вверх, низ и, самое главное, вовнутрь. Вот, поэтому мы и сейчас живем в девенадцатимерном пространстве. Спасибо, передаю слово. Ну, вообще-то, в науке есть определение. Треугольник располагается в квадрате, квадрат располагается в круге. Три это просто за основу, фундамент. А так-то все знают, что для нашей вины высота это уже четыре базы и так далее. Просто вот эти двенадцати, там сколько-то, их никто еще пока не открыл. Нет, но, по крайней мере, официально нет. Я вот, проезжаю, все больше и больше начинаю задумываться, что есть наука базовая, которую знаем мы, а есть какая-то другая, сокрытая, там вот эти вот военные технологии и так далее. Которые мы знать просто не можем. Не готовы еще не все знают, потому что уже цифра три уже подсознательно нам обрезает понимание нашего мира. То есть, из-за того, что у нас прошивка с детства по той математике, которую нам предлагают, мы уже подсознательно понимаем, что девять, девять больше, чем три, да, и срабатывают, скажем так, местные триггеры, да, но если бы нам с самого начала, с самого детства говорили, что не трехмерное измерение, а двенадцатимерное, мы бы мыслили по-другому. Вообще, в принципе, если вот изучать снежинки некоторые, не все, я вот просто скриншоты смотрел, фотографии под большим, да, это увеличением, не все снежинки на самом деле в плоскости, но мы с вами привыкли, что снежинка имеет, ну, как бы идеальную плоскую, скажем так, грани, но я находил, где как раз-то они имеют объем, то есть представьте такой куб, ну, грубо говоря, шестигранный, если хотите, где лучики идут вверх, вниз, вправо, влево, ну, в стороны, вот, передаю словом. Как трехмерный крест, да, есть на вот этих старых храмах, он вообще с точки зрения классического креста не похож на крест, потому что он трехмерный, на нем изображения нет, но он фрактальный, вот, примерно то же самое. Ну, крест с полумесяцем, если, как якорь, якорный крест, да, он похож и на анх, и на христианский крест одновременно, вот этот якорь внизу, вернее, само вот полумесяц, я думаю так, что это внутренняя часть планеты, вот, пирамида же, она как рупорная антенна работает, срабатывает прием сигнала из космоса, отражается от внутренней поверхности земли идет выше, вот, как-то так, а вот про дерево и гроссель, это просто тепло и руки. Друзья, давайте я сейчас сделаю демонстрацию, мы немножко сменим тему, хорошо, просто чуть-чуть посмотрим официальные данные, потом неофициальные данные, хорошо, Жень, если тоже будет несложно, я сейчас включу демонстрацию, чтобы твои тоже видели, зрители, и ребят, пока буду читать, я комментарии потом открою, хорошо, так, загадочное прошлое Египта, давайте сначала о нем поговорим, название страны Египет появилось благодаря грекам, которые так именовали северную часть до первого водопада Нильской долины и близлежащие оазисы Ливийской пустыни, египтяне же называли свою страну Квемт, да, получается, что в переводе означает черная магия, область пустыни они называли Чезер, то есть Красная Земля. Некоторые ученые склоняются к мнению, что название Египет произошло от священного названия столицы древнего государства Мемфис. Ранее город назывался Гакапт, святелище божества Птаха. По последним публикациям и данным энциклопедий стало известно, что вообще все человечество возникло в Африке. Именно там были найдены останки самого древнего человека. По древним историческим документам известно, что в Эфиопии, то есть Нубии, откуда по преданиям вышли египтяне, царства существовали уже 300 лет до появления в Египте первого фараона. Они говорят также, что египтяне являются колонистами, посланными эфиопами, а Осирис был главой этой колонии. Так свидетельствовал Диор, сицилийский греческий историк, а египетский верховный жрец Манифон, блин, откуда они эти названы вообще имя набрали, третий век до нашей эры, записал, что есть два великих эфиопских народа, один синды, то есть индийцы, а другой египтяне. Также и священные египетские писания утверждают, наш народ родился у подножия гор Мун, у истока Нила. Трудно определить возраст этого народа и установить, когда именно египтяне поселились на своей земле. Также сложно определить точную дату сооружения пирамид Египта, хотя старинные документы свидетельствуют об их глубокой древности. Любопытные факты, свидетельствующие о существовании высокоразвитой цивилизации на территории пустыни Сахары. Французская экспедиция под руководством географов М. Греголя и же Детерлена обнаружила племя Дагонов. Я имею ввиду слух, я один раз пробежался глазами, интересно очень. Дагоны жили в излучении реки Нигер на территории современной республики Мали, несколько далековато от Египта, но все же в Северной Африке, тем более в пустыне, которая краем захватывает земли Египта. Немногочисленное племя в своем развитии немного отставало от современной цивилизации, но они обладали уникальными знаниями, которые передавались в устной форме, опять, ребят, заостряем внимание, из поколения в поколение или в виде рисунков. Эти-то знания привели весь мир в изумление. Темный народ знал о строении Вселенной, причем эти сведения во многом совпадали с современными научными данными. Ребят, копирую, короче, кидаю сейчас в этот, скажите мне это умное слово в чат. Друзья, я хочу два слова сказать по пирамидам, очень важный момент. Дело в том, что мало кто знает, что в принципе там, где мы живем, практически пирамид не существует. Это, сейчас я объясню, что я имею в виду. Дело в том, что практически то, что мы видим, это на самом деле октайдеры. Я когда-то делал год или два назад ролик по этому поводу. Кто не знает, что такое октайдер, просто напишите в гугл картинки, и тогда вам сразу станет все на свои места. Мы видим с вами не пирамиды, это октайдеры, вот напишите утром, если тебе несложно, напиши октайдер. Я могу даже как правильно писать. Именно через а, да? О! Как хочешь. Я сейчас вот в чат у меня Женин чат открыт. Октайдер. Вот я... Да, но ты знаешь, это не исключено слово. Потому что возможно мы только верхнюю часть этого видим. Так и есть. давайте я сейчас не буду отвлекаться от того, с чего я начал, потом позже поговорим. А сейчас мы просто решим, когда же все-таки вот эти великие египетские сказки как бы пришли к нам. Египетские иероглифы в начале 19 века удалось расшифровать французскому ученому Жану Франсуа Шампольону 1790 год 1832 год. Шампиньон? Да, Шампиньон. Эта работа стоила ему многих душевных сил. А кроме того, она потребовала грандиозных знаний, которые у молодого человека были. Ну, ты понимаешь, это опять, это книга, понимаешь, это вот открываешь книгу и читаешь историю жизни, блин, настолько это красочно описано. Такое впечатление, будто этот автор этой книжки сидел, блин, и наблюдал за Шампольоном. Понимаешь, вот опять это роман, это роман такой вот о человеке. А еще ему здорово повезло, потому что в его распоряжении оказался большой камень, найденный под городом Розеттой, то есть Розетский камень, друзья, на котором были сделаны надписи на трех языках, но прежде чем рассказать о том, как работал Шампольон, подумаем над тем, почему Розетский камень дал надежду на расшифровку. Ребят, теперь слушаем и вникаем. Еще до 19 века нифига никто ни разу не знал, что же написано на иероглифах типа египетских, да, то есть даже представления не имел, но в 19 веке великий ум Шампольон разгадал все-таки эту тайну и выдал миру всю правду о Египте, когда появился Египет, какие правители там правили, почему потом, вот вопрос у меня, почему потом и даты разнятся у многих историков, почему затем вот эти годы жизни всех этих фараонов, правителей, они какие-то непонятные, почему их целая куча этих правителей, да, у одних, почему их мало у других, почему большие пробелы в этой истории, просто потому, что это все выдумка, и один другого как бы пытался перещеголять в выдумках, ребят, и этот Шампольон это опять о чем говорит, это говорит о том, что начиная с 19 века начались великие подделки всей нашей истории, историю Рима тоже в конце 19 века с огромным, как говорится, остервенением, то есть тысячи разных историй о Риме были написаны всего лишь одним человеком, хотя скорее всего это опять же артель работала на, как говорится, завоевателей, вот вопрос, значит Египту 5-15 тысяч лет, да, ну по разным заявлениям, а разгадали эту тайну только в 19 веке, обалдеть, представляете, великие цивилизации погибли, все было покрыто тайной, и вдруг великий Шампальон разгадал, молодцы, круто, как говорил один бомж на видео, ну я просто поаплодирую, а вот так, вообще вот эта древность Египта провернута тем же Фоменко и Насоска, 17-19 век, 18-18 век, приход туда этих Аланов, Черкесов, Мамилюков, вот, в это время возникают эти египетские пирамиды, вот эти надписи иероглифы, это так я думал, в моем представлении, это то же самое криптографическое письмо, вот как Арабика была, типа того. Ну я скажу так, судя по разрушениям этих строений, они еще каких-то лет 300-400 назад выглядели достаточно хорошо, а то, что мы сейчас видим, это всего лишь последствия короче катаклизмов, плюс сейчас находится там пустыня песок, и я уже об этом неоднократно говорил, друзья, это всего лишь пескоструйка только за каких-то 250 лет, то есть понимаете, да, мы все взрослые мужчины, мы знаем, что такое пескоструйка, то есть это песок под давлением с воздухом подается на металл и можно и краску отбить, и металл порезать на самом деле, вот, а за один год в пустыне происходит более 100 песчаных бурь, и получается, что за 100 лет, за 200 лет легко отбить эти все поверхности, и то, что мы наблюдаем сейчас, то, что мы видим, то, что называют пирамидами, они сейчас отбиты как раз за вот эти вот каких-то 200 лет. Ой, как же любят бравировать все-таки Фоменко и Носовским, ну, для тех светлых, добрых человек, что сейчас в эфире и в записи, хотите верьте, хотите нет, я уже делал по этому поводу ролик, и я все равно не остановлюсь на том, чтобы вещать истину, можете сокрушаться, плакать, и так далее, это проект. Ничего они не искали, это просто две говорящие головы, фактов у меня больше, чем у дурака Махорки, самое основное это то, что Фоменко вкрутили на центральном российском телевидении в прайм-тайм, ведущий у него был, сейчас фамилия там, Дебровчи, Дубров, который первый миллион вел, то есть любой, это я сейчас здравомыслящим человеком говорю, если на центральное телевидение приводится, скажем так, говорящий, что в нашей истории там что-то не так, значит, это обязательно проект, а знаете почему, просто не знаете сколько стоит эфирное время на телевидении, каждая минута, а он там говорит почти 45 минут, если не больше, поэтому Носовский и Фоменко это две говорящие головы, а за их спинами стоит огромная группа всяких чудиков, которые дают инструкции, что им озвучивать. Ну как же тогда документы, которые они приводят, Могачи, одно другому не мешает, да, уважаемые слушатели и зрители, да, то есть я по-моему человеческой речи молвил, что им дали эти документы, их наняли, им сказали, значит смотрите, Карл Макс и Фридрих Энгельс, вы останетесь в истории, а, ой, вы не Карл Макс и не Фридрих Энгельс, вы Фоменко и Носовский, вы даже практически похожи на предыдущий наш проект, давайте, говорите, внятно и понятно, сами купали, сами нашли, на телевидении просились, точнее не просились, а главное, что в маленькой коммунальной комнатушке молодой Фоменко резал маленькие листики на полу, расклеивал и по всей комнате и все-таки осенило, солнце, затмение было слишком, слишком часто, следовательно, история неправильна, а мы что с вами имеем ввиду, что мы с вами из этого сделаем, важный, первый, это, он от чего отталкивался, от лживых рукописей, то есть, он взял заведомо неверные знания от них, оттолкнулся, а второе, заведомо неверные знания были основаны на том космосе, который нам предлагают, то есть, поняли, тут двойная, как говорится, двойной провал для истинных исследователей, то есть, можете спорить о форме Земли сколько угодно, но она точно не так выглядит, как нам говорит официальная наука, надеюсь, здесь никто не будет спорить, да, следовательно, затмение солнца, это тоже вещь под вопросом, и когда говорят, что они там знают информацию про 15 век, про 14, про 9, затмение солнца, не смешите, мы даже с вами не знаем, что было, ну, по большому счету, по большому счету, что было ранее 1905 года, спасибо. Математически можно рассчитать? Конечно, конечно, но они, по крайней мере, они доказали, что тысячу лет нам приписали, это раз, второе, они опровергли христианский догм, не будем говорить о тех, у кого не существует, не надо, не надо, не надо придумывать всякие истории, вводить добрых, светлых человек, слушателей и зрителей в заблуждение, они доказали, пожалуйста, где подтверждение вашим словам, что они доказали, что, нет, нет, где подтверждение тому, а, вы читали, а я читал, что они по ночам ходят и пугают людей по улицам, вот посмотрите в окно, видите, Фоменко на вас смотрит подзорную трубу, так это не то, что доказательство, это факт, везде, их везде запретили, но оставили, вот, разрешаешь, вот мы думать начали, где, где вообще доказать, что это, для тех, кто не в курсе, что Фоменко и Носовский предложил, они предложили ту же самую историю, только в два раза короче, начиная с Рюриков, Жмуриков, академик наук, их высмеивается, конечно, такие же двоечники высмеивают таких же двоечников, это очень удобно, как говорит Германикус Максимус, говорит, создали сайт плоскоземельщиков сами же официозы, чтобы играть с друг другом под давки, поэтому и создали Фоменко и Носовского, для того, чтобы местных жителей увести в сторону, единственное, в чем они правы, точнее, ну, то, что они говорят, что история абсолютно не та, которая у нас была, вот это да, и все, и точка, история официальная неверна, все, точка, на Фоменко и Носовский никогда ничего не запрещал, запретали, и ничего не доказывали, они не могли доказать в априори, чтобы что-то доказать, для этого надо иметь наличие интеллекта, но, как уже доказала официальная наука, и неофициальная, альтернативная, ни у того, не был интеллект обнаружен, поставили простой эксперимент над ними, одному и второму дали спичку и спичный коробок, и спросили, что с этим можно сделать, один начал в зубах ковыряться, другой в носу, в итоге, и не тот, и не тот не смог поджечь спичку. Вот, в принципе, такой нехитрый эксперимент, так доказано, я могу привести не только сайты, где это красноречиво говорят, но еще и видеоматериал, где это все показано, рассказано, и очень компетентных много современных и несовременных историков поставили печати и росписи под этими документами, да, да. Друзья, можно я зачитать, я хочу зачитать один комментарий не по теме, значит, ник, ник назвать не могу, он очень сложный, состоящий из разных символов, значит, пишет, в области города, не знаю, какого упустила эти комментарии, нашли печь, в ней сосуд в форме в форме шишки плюс луковица, разделена стенками, состав свинец плюс оксид ртути, это из области атмосферного электричества. Ну, надо сказать, что информация не совсем нова, но состав интересен. Однако, о чем он нам говорит, что, во-первых, ртуть использовалась повсеместно, во-вторых, свинец тоже часто использовался, и, конечно же, там, по-моему, не знаю, про медь сказано дальше или нет, про медный состав. Короче говоря, это удивительно, что хоть какое-то устройство даже, или часть его сохранилась, до нас дошло. Только куда его дели, непонятно. Вот мне это интересно, куда его дели. Наверняка приехали товарищи и забрали в Тартарары. хотя есть надежда, что это устройство попало в хорошие руки. В Ярославской области. Так и у Ильи там вот тоже интересная штука была. В моей отчине. А у Ильи, ну да, он показывал этот противовес. Друзья, да можно, я вот сам хотел купить на том же Авито. Там продаются противовесы. Не так дорого. Они разные. И реально, может быть, что-то где-то еще можно увидеть, изучать. Но у него такой, другой совсем противовес. Там еще продаются, я так понимаю, из керамики противовесы. Там металл плюс керамика. Они тоже очень странные. А тут конкретно сказано про печку, про камин. В камине такие вещи используются. И опять же шишка, опять же луковица. Все вещи повторяются. Очень интересно. Дорогие друзья, время сейчас 3 часа 52 минуты по московскому времени. А не действительно не прекратить ли нам на вот этой веселой ноте о шишке на шишке. Я тоже считаю, что пора завершить, потому что, честно говоря, я уже устал. Я не вытягиваюсь. Меня уже рубит. А, друзья, усталость уже сказывается, завтра дел много. Давайте, наверное, после такого продолжительного общения, которое мы вам предоставили, как вы хотели, чтобы побольше стрима было, и давайте все-таки завершать наше общение. Хочется спать просто. И все-таки это хорошо, что у нас сегодня на стриме было очень много разных мнений. В этом, как говорится, и есть наше единство. Самое важное, что наши мнения полностью не совпадают на все сто процентов с официальной версией. Вот, так что хочу поблагодарить нашего первого вещателя, это Виктора Максименкова, затем особая благодарность за то, что согласился присутствовать. Слава Котлеров, слава тебе. Спасибо. Благодарю. Вот, Ёжин Безбашин, это вообще наш подписчик. Кстати, да. Да. И участник стримов. Спасибо вам. Да, это вам спасибо, что тоже приняли участие. Вот, благодарность тебе, Женя. Кстати, Евгений Макаров, прошу, переходите. Кто не подписан, подписывайтесь на канал, подписывайтесь к Славе Котлерову, подписывайтесь к Виктору Максименкову. Действительно, нас объединяет то, что мы против официальной науки истории. Хотя эту вещь наукой назвать нельзя. Это веселые картинки, это сказки, которые действительно можно назвать, вернее, выдумки, выдумки. Потому, что сказки нельзя такое очернять такими словами. То есть, сказки это сказы. Если разберетесь, что такое казы, я думаю, вы поймете. Наука это то, что развивается, а не консервироваться. или не уводит наоборот в обратно в деградацию. Я на финал эфира буквально два слова тезисно, чтобы оно вкрапилось в финальной строчке. Я обращение делаю и к светлой доброй аудитории, и к славным исследователям, которые меня пригласили. Роман, Евгений, также Виктор Максименков. Мы с ним нередко, не часто встречаемся, тоже рад был слышать. Я обращаюсь к вам ко всем. Значит, смысл такой. Если вы действительно хотите докопаться до истины, если действительно хотите докопаться до истины, есть одно важное условие. Первое. Это все ставить под сомнение. И даже наберусь наглость и скажу, даже меня, то есть, если я что-то говорю, обязательно ставьте под сомнение. И только когда вы полностью все, скажем так, начнете отправную точку от того, что вы не применили информацию, не поверили на слово, а дальше уже вторая фаза. Это исследование, логика, интуиция и кропотливая работа. И только после этого тогда вы сможете аккуратненько подойти к истине. Но если вы сразу слышите отвечателя, неважно какого информацию и верите на слово, так вы никогда не придете к истине. Первое. Ставим под сомнение. А второе. Начинаем работать и ищем подтверждение или опровержение сказанному. Спасибо. Согласен со славой. То есть надо не лениться. Действительно лазить, искать, проверять, перепроверять, смотреть разные теории, делать свои выводы. Это будет гораздо правильнее, когда вы будете сами своим, как говорится, умом постигать то, что вы слышите. ну, как-то так. Опять же мы опираемся на официальную новую. Сара пишет, вас опять рубят, вас уже пытаются стереть половину, что вы сегодня говорили. Но да, у меня один стрим почему-то удалился. И плюс 15-минутный стрим, там вообще дичь. Там, блин, получается, ломанули хорошо. Разберись с этим. Да, я разберусь. Сейчас буду втыкать компьютер. Посмотрим, что там будет. Всех с наступившим Рождеством. До новых встреч. Всем благодарю за внимание и за участие. Спасибо. У меня Рождество наступило. Спасибо. 24 декабря. Кстати, говоря, накануне Рождества, друзья, я как раз снимал еще один контент. У меня с собой была камера, я был в готическом соборе Москвы. Я очень удивился, что они там некоторые ждут службы. Я такой, а потом память, когда включилась, я понял, что сегодня 24, когда я снимал, они ждут Рождества. А я думаю, какая служба, я очень удивился. Я говорю, а что вы ждете? Они говорят, причастие. То есть там вечером все будет, ночью. А потом дома до меня дошло 25, как же я забыл. Но отснял там очень здорово отснял. А никто не думает, почему ночью такие фишки проводят? Как-то нехорошо. Обычно день является светлым, да? Нет, ну там получается переход, как бы, я не знаю, сколько там будет у них длиться, потому что это англиканская церковь, но там у них висит православная икона даже. хорошее пожелание веббилдер написал. Может быть Лебединое озеро на Новый год услышим. Но кто родился в советское время, тот знает, почему включают Лебединое озеро. Вы знаете, это будет интересно, конечно. Было бы. Мстительница, благодарю с прошедшим. Ну да, видишь, как 24-го. Всем спасибо. Мои модераторы молодцы. Вери, Вери, ты всегда с нами. Да. Напиши что-нибудь еще мне. Так, Мумик тут был, Лисяк, Зи, Версительница, Твистер. В общем, нас много. И спасибо за помощь. в модерации чата. Ну, друзья, давайте, наверное, спокойной ночи. Да, то у нас опять начинается прощание. прощание, да, на полчаса. Как я тут написал, всем спокойной утре и сладких бодрствуй. Да, кому-то вообще хорошего дня. У кого-то день. Спокойной ночи. Ладно, друзья, спасибо участникам за участие. А вам за общение, за вопросы. Я так думаю, Слава тоже сейчас идет прямой эфир, так что респект вам, друзья, подписчикам Славы. Вы тоже замечательные люди. И кто хочет пободрствовать, туда переходите. Человеки, подожди, человеки. Правильно, кто хочет, кто хочет, кто хочет пободрствовать, туда переходите к Славе на Котлеров FM и общайтесь дальше. А мы завершаем и ложимся спать. Верри, Верри, благодарю. Благодарю за поздравления. Ну все, до скорых встреч, всех вам благ. Ох, сейчас приколюсь. Негодная ради Глобальный Макар. Всем добра, друзья. Здравия, добрать. До встречи. До встречи. Так, ну у нас по старым добрым славянным традициям перезапуск трансляции. Будь добрым. Спасибо.